Добрый день, прадед Меренгин из Вильнюсской университеты. Проходили дистанционные и живые встречи, в ходе которых проходил обмен опытом по лечению онкологических пациентов с применением минимальной инвазивной хирургии. Обсуждались различные методы лечения рака различной лекализации. И пользой проекта можно также назвать то, что значительно повысилось количество лапароскопических операций в Вильнюсской университетской больнице Сантера и в университетской больнице Гродно. Использовалось телемедицинское оборудование, предоставлялись консультации по электронным средствам. Сотрудничество проходило в сфере урологии, акушерии, гинекологии и абдоминальной хирургии. Важно подчеркнуть и включение неправительственных организаций. Проводилось обучение для представителей неправительственных организаций, подписывались соглашения о сотрудничестве. Приглашаю выступить с приветственным словом генерального директора Сантерских клиник, профессора Феликсиса Кябичуса. Добрый день, уважаемые коллеги, медики Литвы и Беларуси. Приветствую всех на данной конференции, посвященной прогрессивной лапароскопической хирургии в онкологических целях. И это мероприятие, эта конференция, как мы уже слышали, предназначена для очень полезного проекта, целью которого... Который осуществлялся совместно двумя больницами, Вильнюсскими университетскими клиниками Сантера и Гродненской университетской больницей, и цель проекта, конечно же, сокращать социальную изоляцию онкологических пациентов, повышать качество их жизни. И очень важно, что этот проект достаточно хорошо финансировался Европейским Союзом из программы трансграничного сотрудничества, и целью, как я уже говорил, было улучшение качества жизни онкологических пациентов, и целью сформулировано было инвестировать в прогрессивную минимально-инвазивную лакроскопическую хирургию, навешиваю технику. Я очень рад, что проект действительно состоялся, удался. Несмотря на его положительные результаты, следует помнить, что он проходил в особенно сложных условиях, в условиях пандемии, и, конечно, в условиях политических волнений в Беларуси. Но, несмотря на это все, результаты проекта, говоря сами за себя, в первую очередь, проектные средства позволили приобрести прогрессивное лакроскопическое оборудование и телемедицинские средства, что позволило существенно повысить количество минимально-инвазивных процедур в инструментарии обеих больниц, что позволило сократить время госпитализации пациентов и более позитивные сходы операций, и урологические, гинекологические, абдоминальные хирургии в обоих регионах, и в Вильнюсском, и в Гродницком, пациенты имеют и будут в будущем иметь значительную, получат значительную пользу от этого проекта. Потом хочу поблагодарить организаторов проекта и из Гродинской университетской больницы, а также в Вильнюсской сантерской клиники, которые значительно внесли вклад в этот проект и удалось реализовать их цель. В результате проекта проект дал не только пользу пациентам, но также позволил изменить руководящие принципы лечения и диагностики в сферах хирургии, потому что эти руководящие принципы стали основой для этой вновь внедренной лапароскопической техники. Еще раз хочу выразить свою радость по поводу успеха этого проекта и пожелать успеха в данной конференции. И хочу надеяться на то, что этот проект не будет последним. И в рамках улучшения и наращивания сотрудничества между обоими регионами я надеюсь, что мы сможем учредить и внедрить еще более прогрессивные и диагностические, и лечебные техники. Помню, что роботическая хирургия также ожидает на пороге, ожидает в своей очереди. Еще раз благодарю участников проекта и желаю всем хорошей успешной конференции. Спасибо за внимание. Благодарю генерального директора в клинике Санторос Феликса и Янке Авичуса. Теперь с приветственным словом приглашаю выступить представителей Объединенного технического секретариата. Здравствуйте, уважаемые участники. Я Дмитрий Шарко. Я руководитель проекта Объединенного технического секретариата. Меня зовут Дмитрий Шарко. Я менеджер проектов совместного технического секретариата. Благодарю организаторов за мероприятие и за приглашение выступить на данное мероприятие. Это мероприятие является заключительным, подводит итог реализации проекта уменьшения социальной изоляции и улучшения качества жизни пациентов, больных ратам в Вильнюсском и Гродненском регионах. Проект реализуется с 1 марта 2019 года до 30 ноября 2021 года ведущим бенефициаром Вильнюсской университетской больницей клиника Санторос и белорусским бенефициаром Гродненской университетской клиникой. Проект финансируется из средств Европейского Союза. Исходя из имеющейся информации о реализации данного проекта у нас в секретариате, у нас есть все основания ожидать, что бенефициары достигнут большую часть или же все запланированные результаты и выполнят большую часть или же все запланированные мероприятия. Это учитывая те возникшие внешние риски и вызовы, от которых сейчас страдает большинство населения наших регионов. Я считаю, что это было бы очень здорово, если бы все мероприятия и все результаты были бы достигнуты. А о чем мы говорим? Какие это результаты и какие это мероприятия? Во-первых, это закупка обоими партнерами комплектов передового высокотехнологичного оборудования для выполнения неинвазивных малотравматических операций для больных рак в таких областях, как урология, гинекология, хирургия внутренних органов. А также в рамках проекта предусматривается выполнение таких операций. И мы уже видели, что большое количество этих операций выполнено. Абсолютно большая часть, я бы так сказал. Потом, это закупка телемедицинского оборудования и его использования для повышения квалификации и обмена опытом специалистов, в том числе для проведения дистанционного обучения. Также это и организация обменов опытом обучений как очных в таком виде, как визиты специалистов из одного медицинского учреждения в другое, так и заочных. Все мы понимаем, что из-за пандемии очень серьезное ограничение на пересечении границы, поэтому часть мероприятий пришлось проводить в заочном режиме. то есть в виде в дистанционном виде, в режиме видеотрансляции для специалистов и так далее. Важным элементом проекта является разработка методологии, рекомендаций, планов лечения с целью, во-первых, фиксации, а во-вторых, передачи передового опыта и официальное принятие этих документов в работу. Кроме того, важным элементом является установление сотрудничества партнеров с негосударственными общественными организациями, которые представляют интересы больных раков. А для чего это нужно? Это нужно для лучшего информирования пациентов о возможностях неинвазивной хирургии, для их лучшей подготовки к операциям, для лучшей реабилитации и психологической поддержки. Мы возлагаем очень большие надежды на то, что результаты и достижения проекта останутся в ваших организациях, и что на базе этих результатов и достижений партнеры продолжат сотрудничество и после реализации проекта, и будут они сотрудничать как друг с другом, так и с негосударственными организациями, которые работают на благо больных раками. Отдельно хочу поблагодарить представителей ведущего бенефицара Индре Климонтович и представителя белорусского бенефицара Александра Праворова, а также всех участников, всех специалистов, которые были задействованы в реализации проекта за вашу плодотворную работу, за те усилия, которые вы приложили для успешной реализации проекта, и за очень хороший пример трансграничного сотрудничества, о котором можно рассказывать другим. Всем же участникам конференции желаю плодотворного сотрудничества и успехов в сегодняшнем рабочем дне. Большое вам спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Словом Сергея Николаевича Лазаревича... 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 На конференции две недели осталось до скончания проекта. Мы благодарны нашим коллегам за успешно проведенный проект, за возможность приобрести современное оборудование, которое позволило вывести на новый уровень возможности нашей лапаркетической хирургии. За это время мы выполнили более 600 операций, проведена онлайн трансляции, 24 операции, состоялись конференции, к сожалению, конечно, то, что помешало нам проводить конференции и встречи нынешняя пандемия. Ну, хотелось бы пожелать, чтобы на этом наше сотрудничество не заканчивалось, чтобы мы подготовили новые проекты, ну и вместе шли к оснащению наших клиник современным оборудованием и, самое главное, подготовили наших врачей, позволили приобретение этого оборудования работать с хорошей высокой квалификацией. Спасибо, приветствую всех участников конференции, хорошего дня. Благодарю главного врача Гродненской университетной больницы Лазаревича Сергея Николаевича. А сейчас мы начнем с серии наших презентаций и после всех презентаций мы ответим на вопросы, просим вас вопросы предоставлять в письменном виде. Первую презентацию хочу пригласить озвучить главу проекта Индре Климентавичине, которая является временно исполняющей обязанности главы отдела инноваций и технологий. Тема презентации – обзор результатов реализации проекта снижения социальной изоляции и повышения качества жизни онкологических больных в Вильнюсской и Гродненской областях. Благодарю всех собравшихся на этом удалённом мероприятии нашей последней конференции. Я, как глава проекта, хотела бы вкратце провести обзор того, что мы сделали за эти два года и девять месяцев, пока мы внедряли этот проект. Проект, который был направлен на уменьшение социальной изоляции и повышение качества жизни онкологических больных в Вильнюсской и Гродненской областях. Ещё раз повторюсь, что проект финансировал по программе трансграничного сотрудничества между Литвой, Латвией и Белоруссией с помощью Евросоюза. и цель проекта была опять же снизить социальную изоляцию, улучшить качество жизни онкологических пациентов в Вильнюсском и Гродненском регионе. И главная цель проекта была улучшить сотрудничество между Литвой и Белоруссией, обмен опыта. И мы здесь опирались на самые распространённые диагнозы рака в наших регионах. Отдел инноваций и технологий в Сантерос-клинике являлся куратором этого проекта. А онкоурологический отдел во главе с Александром Лавровым в Гродненской больнице курировал их часть проекта. Это был очень активный проект, многие действия были запланированы вступительных словах, об этом уже говорили. Все наши действия разбили на пять главных секций управления и координация покупка лапароскопического технического оборудования, также усиление навыков наших врачей и усиление сотрудничества с неправительственными организациями, которые работают в сфере онкологии как в Литве, так и в Беларуси. Здесь я хочу поделиться с вами командой, которая реализовала этот проект в Вильнюсской клинике Сантера. Эта фотография была сделана в самом начале реализации проекта. И сейчас говоря более детально, несмотря как и многие проекты, реализация этого проекта тоже столкнулась с определенными вызовами и команда администрирования и управления проекта должна была с ними работать. Посреди реализации проекта мы столкнулись с пандемией, ограничениями в путешествии, осложнениями двусторонных отношений в политическом плане со стороны обоих партнеров, тем не менее, прилагались максимальные усилия для того, чтобы как можно лучше реализовать все действия нашего проекта и достичь намеченных результатов. То, чего мы могли достичь физически, мы пытались компенсировать, работая удаленным образом. Говоря о лапароскопическом оборудовании в клиниках Сантрас мы купили в целом 9 комплектов для трех сфер урологии, акушерии, гинекологии и абдоминальной хирургии. Лапароскопическая техника, которая необходима и она позволила нам проводить минимально инвазивные операции. За год эта техника была интегрирована в начале 2010 года и за год мы достигли намеченных в проекте результатов. Мы провели более 700 лапароскопических операций и с некоторыми диагнозами минимально инвазивные операции достигали почти 100% проведенных операций по сравнению с открытыми операциями. И это, конечно, нас радует. Также мы приобрели оборудование телемедицины, которое позволяет операции сферы урологии и гинекологии операционных специалистов транслировать для специально оборудованных аудиторий в внешнем мире. Во время живых трансляций специалисты могли комментировать, показывать конкретные вещи. И, конечно, в ситуации пандемии это очень помогло. Мы не прекратили наше сотрудничество и продолжали процесс обучения, в котором участвовали активно клиники Сантерос. Лапароскопическое оборудование приобрели и партнеры из Беларуси. Также в сфере урологии, гинекологии и абдоминальной хирургии использования именно там их оборудование было интегрировано немного позже и первые операции начали делать в конце 2020 года. Опять же, ожидания были даже перевыполнены, потому что за год было проведено количество операций, которые были запланированы на весь проект. Эти результаты безусловно нас очень радуют. как я и говорила, много внимания мы уделяли для обмена опытом, и у нас было запланировано 9 визитов, которые были очень важны, мы их ожидали. К сожалению, получилось реализовать только два. Специалисты клиники Сантерос приехали в Гродненскую больницу и познакомились с местной инфраструктурой и тем, как проводятся операции там, какие методы используются в сфере лапароскопической хирургии, какие практики распространены, и в июле 2021 года коллеги и партнёры из Гродненского университетного больницы приехали к нам в клинике Сантера. Этот визит мы оценили как очень полезный, потому что врачи могли вживую участвовать, наблюдать за проводящимися операциями и это безусловно помогает улучшать, повышать компетенции и делиться опытом. Во время визита также дискутировали на тему вышеупомянутых рекомендаций и планов лечения, их возобновления, вопросы того, какие новинки сейчас внедряются в сфере лапароскопической хирургии. К сожалению, живых визитов у нас состоялось только два, но сотрудничество этим не ограничилось. мы организовали удалённые встречи через платформу Teams, где специалисты разных сфер делились своим опытом, задавали необходимые вопросы и общались. Делиться опытом нам помогли и трансляции из операционного зала. В проекте у нас было запланировано 50 телемедицинных трансляций, 24 из них транслировались белорусским партнёрам. По 2-3 операции каждый месяц мы транслировали, где врачи-специалисты консультировали, всё показывали, детально рассказывали, какие методы они используют и какая практика проведения этих операций. В Гродненской университетской больнице в этих сферах операции только начинают исполнять процесс, только сейчас набирает обороты и мы считаем, что партнёрство в этом случае было особенно важным и полезным. Мы также сотрудничали, предоставляя удалённые электронные консультации, когда наши специалисты партнёрам из Беларуси через электронную почту предоставляли своё мнение по конкретным случаям лечения. Сотрудничая, как я и говорила, мы обновляли протоколы лечения для диагностики и хирургического лечения рака, простату, ратериальный карцином верхних кончевых путей, рака почек, матки, яичников, шейки, матки и лугоково эндометриоза. Так вот, эти протоколы были обновлены, переведены и мы поделились ими с нашими белорусскими партнёрами. Пятая сфера деятельности нашего проекта это сотрудничество с неправительственными организациями, которые работают с онкологическими больными в этой сфере в феврале этого года мы организовали двухдневное обучение для представителей НПО, где участвовали 53 участника, 13 организаций, правда, прошли очень интересные дискуссии, очень увлекательно было поделиться опытом и практикой. Сколько сотрудничают организации, насколько они активны, как в Литве, так и в Беларуси. мы делали презентации на темы вопросов, актуальных для пациентов, успешное представление интересов пациентов, помощь, психологическое здоровье пациентов, их успешное общение, коммуникация между пациентом и врачом, вакцинация, питание, влияние физической активности на лечение и реабилитацию. В результате этих обучений проекта были подписаны договора о сотрудничестве, что позволит нам и дальше продолжить наше сотрудничество, деятельность и с помощью этого НПО смогут еще более эффективно и активно помогать онкологическим пациентам. И также во время нашего проекта мы использовали разные элементы, мы подготовили видеорепортаж, который можно было посмотреть по телевидению, мы печатали статьи в газетах, постоянно обновляли информацию на интернетных страницах наших больниц. Информационные листовки были подготовлены для пациентов и высланы письма в больницы. Так вот, вкратце столько действий у нас на самом деле удалось реализовать в 2 года и 9 месяцев. Я попыталась предоставить вам краткий обзор. Большое спасибо за ваше внимание. И, как и желал наш директор, я очень надеюсь, что закончившийся проект, это не будет значить, что наше партнерство закончится, и мы дальше сможем успешно реализовывать совместные проекты в будущем и улучшать условия онкологических пациентов. Благодарю руководителя проекта Индре Климонтовича, не а сейчас приглашаю выступить заместителя главного врача Кройневского университет больницы по онкологической помощи Владимира Владимировича Кеду. Вас слышит, правда не видит, виделись мы только несколько раз, но это не говорит о том, что наше сотрудничество на этом закончилось, как уже было несколько рассказано. Привретение современного лапароскопического оборудования позволяет в настоящее время проводить операции у пациентов, у которых диагностируется при допухоле забоевания и рак на ранних стадиях. Это, в свою очередь, для оказания помощи пациентам, которые в настоящее время имеют в этом необходимость, позволяет дополнительно начать работу в плане скрининга онкологических заболеваний, для того, чтобы выявлять нераспространённые формы, которые, в первую очередь, касаются колореконального рака и опухолей яичников, больших опухолей почки, для того, чтобы диагностировать опухоли небольших размеров, чтобы выполнять не только эктомии органов, но и резекции органов. Это касается, в первую очередь, опухолей почки, опухолей толстой кишки, когда удаляется часть органов эксерпации, поэтому это платформное сотрудничество, которое дало возможность ознакомиться с новым оборудованием, дало развитие ещё нового направления, это скрининга онкологических заболеваний. Я думаю, что коронавирус на время завершится и мы будем встречаться в профессиональном плане, как на территории Кронниковской и Версиевской клиники, Версиевской Беларуси, так и в клинике центра в Вильнюсском регионе. Спасибо за внимание и продуктивную сотрудничество. Спасибо, Великой Кронниковской Беларуси, Кронниковской Беларуси, В. Владимир Шекедов. Сейчас приглашаю выступить к докладам заведующего онкологического отделения Кронниковской Беларуси, доктора Александра Праворова. Основная тема прогресс лавероскопической онкохирургии в Гроинской области в рамках осуществления проекта сокращения социальной изоляции и улучшения качества жизни лиц больных онкологическими заболеваниями в Вильнюсском и Гроинском регионах. Пожалуйста. Большое. Я являюсь координатором проекта и понимаю, что осталось две недели. такие двоякие чувства. С одной стороны хотелось завершить проект, показать хорошие результаты, выполнить работу. С другой стороны очень жалко, что проект заканчивается. Но я надеюсь, что будет продолжение. У нас сложились хорошие дружеские отношения. Наверное, в конце проекта хочется сказать слова благодарности всем участникам, главному менеджеру проекта Индре. Я также знаю, что это тоже первый проект. Были сложности в результате реализации, даже, можно сказать, не совсем зависящие от нас. Это также связано с пандемией, что помешало нам чаще встречаться. Но в результате мы выполнили все запланированные задачи и купили необходимое оборудование, которое было запланировано. Поэтому хочется сказать огромное спасибо Индре, хочется сказать огромное спасибо Лине. Всегда можно было пообщаться и спросить советы у Дмитрия Шахо, за что ему тоже отдельное большое спасибо и всем участникам проекта. Прежде всего мы познакомились с хирургами Вильнюсской университетской клиники Альбертос, представляющий урологическую службу, Вильюс, гинеколог и Донатас с ардоминальной хирургии. И спасибо им отдельное за презентацию университетской клиники в городе Вильнюс. Всем огромное спасибо за сотрудничество. И хотел бы все-таки в заключение Индра уже сказала несколько слов о результатах. У нас сегодня большая программа и впереди предстоят доклады о методах лечения, что хирургам и врачам более интересно, чем может быть какая-то статистическая цифра. Прежде всего проект зародился идея проекта в 2015 году, когда стала острая необходимость в дальнейшем развитии приобретения лапароскопического оборудования в необходимом количестве, чтобы выполнять большое количество операций. Была подна заявка, был получен грант, и сроком реализации проекта было 1 марта 2019 года. онкологическая служба на базе университетской клиники занимает большой раздел, у нас очень много пациентов, много отделений, много коек по области, и вопрос о малоинвазивной хирургии, он у нас стоял острым. Так как, как видите на слайде, с 2012 года количество высокотехнологичных и сложных операций, оно в стационарах онкологических отделений выросло в разы. Представитель нашей больницы является главный врач Сергей Николаевич Лазаревич, вы сегодня могли слушать его вступительную речь, слова благодарности, и заместитель главного врача панкологической помощи Кеда Владимир Владимирович также сегодня выступал. В группу проекта с белорусской стороны, бенефициара номер два, входил ваш докладчик. Также хотелось бы представить Русину Наталью, это финансовый специалист, которая имеет опыт ведения данных проектов, очень хороший специалист в своей области, и протяжение всего проекта помогала не только заниматься финансовой частью, но и поделиться всегда опытом, и решала очень важные вопросы, связанные с финансами. И Систенович Татьяна, это специалист по закупкам, вот такая наша маленькая команда. Также обеспечивали лечебную часть именно внедрения лаброскопической техники и выполнения операции, это Юрий Николаевич Гузаевский, заведующий онко-абдоминального отделения, и Галерия Татьяна Михайловна, заведующая онко-гинекологией. Перспективы развития лаброскопии в Родинской области были следующими, это развитие лаброскопических операций и В ректальном раке, раке желудка, онкогинекология – это увеличить количество лапроскопических операций с цистэктомией, резекцией яичников, аднексэктомией, миомэктомией и отработать навыки выполнения лапроскопической гистерэктомии, что уже выполнено. В онкогрологии – это обучение выполнения лапроскопических операций, лапроскопическая резекция почки, нефректомия, лапроскопическая геналоктомия, интероперационная УЗИ, диагностика границ опухоли при лапроскопической резекции и радиочастотная абляция опухоли в почке при почечном клеточном раке. Два слова основных преимуществ лапроскопии – это, конечно, минимальная травма для пациента, уменьшение боли в послеоперационном периоде, быстрый восстановительный период, сокращение времени госпитализации, внешний вид шва и маловажный психологический аспект для пациента, отсутствие послеоперационных грыж. В рамках проекта бенефициара номер два было запланировано приобретение четырех единиц оборудования – это эндоскопический комплекс для выполнения трансуртральной резекции в области онкогрологии, это электрохирургический комплекс для секции дешевого соединения ткани, современный кардиатор, который значительно облегчает работу во время лапроскопии. И две лапроскопические стойки для гинекологии и абдоминальной хирургии. На слайде представлены вышеперечисленные оборудования, тут справа лапроскопическая стойка, также позволяющая проводить онлайн-трансляцию этих операций, вести запись, это полноценный компьютер, который мы используем в работе. Это уже видим использование в гинекологии данного оборудования. У нас в апреле месяце был проведен мастер-класс, ведущий научным сотрудникам ДТЦ имени Александрова, ведущим лапроскопическим хирургом республики. В апреле месяце выполнено две лапроскопические нефротомии, две резекции опухоли почки. Было протестировано наше приобретенное оборудование, изученный инструментарий, возможности, где-то анализ этого оборудования. И были даны советы, как максимально это все использовать, как правильно настраивать, как с этим работать. Был у нас визит, первый визит. Тогда еще планировалось, мы уже планировали много визитов, но буквально через полгода коронавирус изменил нашу жизнь. Это был наш первый визит очного знакомства, вот видите, перед подъемочкой была фотография. Дальше в феврале месяце был ответный визит, мы ознакомились с больницей. Слева на фотографии мы видим рабочую группу, участники проекта обсуждают ход реализации, и справа это посещение операционного. Летом нам все-таки удалось трем заведующим попасть в Винницкую университетскую клинику для обмена опытом. Мы поучаствовали в операциях, мы посмотрели оборудование, мы посмотрели больницу. Много было нового, интересного. Это, я считаю, бесценный опыт общения, и необходимо, конечно, посещать такие дела, такие визиты. Вот фотография, это 3D, 3D, лапроскопическая анахотомия. Что относительно результатов наших основной показатель, это было запланировано 550 оперативных вмешательств. На сегодняшний день мы уже сделали 641 операцию в области онкорологии. Это выполнены лапроскопические адреналоктомии, нафрактомии, резекция почки, сечение кист, также трансуртральные резекции мочевого пузыря и предстательной железы. В онкогинекологии выполнена 201 операция, это цистектомия, адренексектомия, тубоктомия, консервативная неомоктомия, экстерпации матки, гистера, резектоскопии с различными видами резекции. И в абдоминальной онкологии 56 операции лапроскопической ассистированной резекции это переченоподочные кишки, сегмовидные кишки, левосторонняя гемекологтомия, правосторонняя гемекологтомия, а также это различные диагностические мероприятия. Также по результатам уже было выше сказано, что это были публикации новостей о деятельности проекта, о результатах, фильм создан, обмен опытом, онлайн-конференции, по обсуждению протоколов лечения, электронных консультаций, млайн-трансляции лапроскопических операций и различные участия в конференциях. Проект имеет, конечно, долгосрочную перспективу, пациентам онкологического профиля смогут получать квалифицированную помощь использованием современной аппаратуры, врачи будут идти в ногу со временем. Спасибо большое за внимание, спасибо всем большое за проект. Благодарю Александра Праврова. И сейчас приглашаю выступить с презентацией врача Центра абдоминальной хирургии, врача Донатаса Дониса. Пожалуйста. Лободина. Здравствуйте, сегодня хочу поговорить о хирургическом лечении толстой и тонкой кишки. Меня зовут Донатас Донис, я работаю в Центре абдоминальной онкохирургии и специализируюсь именно в этой области. Немножко о статистике. Колоректальный рак – это большая проблема по количеству смертей за год. И в этом году, по данным ВОЗ, это одна из самых больших проблем. И то, что увеличивается количество смертей после этого заболевания и составляет 1% всех смертей. по чистоте этого заболевания по сравнению с другими онкологическими заболеваниями. Это заболевание идёт после рака груди и простаты. Мы видим жёлтым цветом помечены страны, где колоректальный рак наиболее распространён. Также по количеству заболеваний на 100 тысяч человек, если мы говорим про западные страны, очень часто это связано с проблемой развитых стран, а именно мы видим всю Европу, Австралию, Канаду, США. Это именно болезнь на развитых странах. И говоря о выживании на протяжении 5 лет, и в сфере толстой и тонкой кишки у нас достаточно высокие показатели, хоть и устаревшие данные мы немножко представляем, но 47,1% – это процент выживания по сравнению с 57% показателем по Европе. Так что, в принципе, показатель неплохой, но надо, правда, ещё подтянуться. количество заболеваний в Литве, говоря о... Мы говорим где-то о двух тысячах заболеваний в год, что, в принципе, очень большой показатель именно развития лапароскопической хирургии и то, что не отстаёт показателей в сфере операций толстой и тонкой кишки. Мы видим инновации в этих сферах. Всё. Это всё приводит к растущим затратам. Если мы сравним, когда у нас стартовала колоректальная хирургия в 90-м году, через 12 лет роботическая хирургия, а лапароскопическая хирургия более распространена по всему миру и из-за маленьких затрат и операций эти меньше стоят по сравнению с роботической хирургией, и, мне кажется, ещё ни один год не будет уступать эти позиции. Ну и, конечно, роботическая хирургия должна тоже становиться дешевле. Распределение лапароскопической резекции толстой кишки в Литве мы видим, что 80% всех операций проходит в вильнюсских клиниках Сантера и 20% в остальных больницах. Наш опыт в клинике Сантера, мы видим лапароскопические операции в начале 2003 года, мы начали их выполнять. Первые 10 лет мы наращивали обороты, это были селективные случаи, несложные пациенты, и мы видим данные по последнему году, больше 60% всех операций проводятся именно лапароскопические. И сейчас решение, какую методику операции выбирать более часто, когда мы не можем выбрать лапароскопическую методику, потому что техники у нас достаточно мало, есть единичные случаи, когда перед этим бывшая операция или локально распространённая болезнь. Это заставляет нас начать с открытой операции, но если мы говорим о повторной операции, то, конечно, стараемся оперировать именно лапароскопически, и очень часто у нас это удаётся успешно. Сейчас, сравнивая, как развивалась лапароскопическая колоректальная хирургия, в самом начале было очень очень страшно. Мы, конечно, учились из года в год, и сейчас наши навыки в этой сфере выросли, количество операций становится всё больше именно в сфере лапароскопии, наши навыки, их качество становится всё лучше, и времена меняются, и сейчас лапароскопическая хирургия стала фактически простой рядовой операцией, что вначале, конечно, было неожиданно. Мы не знали, это будет эффективно или нет онкологически, эффективно ли мы можем удалить опухоль, это было очень дорого, и дольше по времени занимала эта операция. Так что всё сводилось также к отсутствию навыков хирургов. Но преимущество мы увидели довольно-таки быстро, и то, что это маленькие надрезы, маленькие шрамы, уменьшена боль после операции, меньше вероятность заражения после процедуры. Очень часто в больших центрах после колоректальных операций пациент остаётся только два дня, потом он выпускается на амбулаторный присмотр, и это сильно экономит затраты на лечение. Также лапароскопическая хирургия, её принципы таковы, что быстрее человек может вернуться в свою повседневную жизнь, так что мы видим много преимуществ для пациента во всех отношениях. Это очень важно. И сравнивая лапароскопическую хирургию, она уже доказала то, что хорошие ранние результаты не отличаются от онкологических принципов, и качество жизни становится лучше по сравнению с открытой хирургией, и самочувствие пациентов также лучше. Престиж растёт для больницы и навыки растут у хирурга. Очень важно, конечно, поговорить о цене операции, как и выше затраты в этом случае. Рассчитано, что открытая операция даже дороже, конечно, на это сильно влияет лечение осложнений после процедуры, сравнивая случаев без осложнений, лапароскопическая хирургическая операция сложнее, но лечение осложнений влияет в долгосрочной перспективе на то, что лапароскопическая операция прямой кишки становится дешевле, чем открытая операция. С какими вызовами мы сталкиваемся во время этой операции? Это экспозиция, очень надо правильно положиться больного подойти к операционному столу. Мы говорим о смежных органах, распространенных опухолях, всегда намного сложнее оперировать в таких случаях. Ткани очень часто бывают анатомические структуры, также сложно идентифицировать органы, которые не надо нарушать. Есть анатомические особенности, это лишний вес, мужской пол и видимость во время операции. Не всегда мы можем всё видеть, но это намного удобнее, чем условия открытой операции. В сравнении онкологических результатов было очень много дискуссий в прошлом, но доказано, что нет разницы по стадии болезни, если мы оперируем лапароскопически или открытым образом, выживаемость пациентов примерно такая же. Это, наверное, один из самых важных факторов, позволяющих нам верить в лапароскопическую хирургию. Так что есть очень много разных дискуссий войны в отношении открытой хирургии, но лапароскопическая хирургия в наше время однозначно является первым выбором, говоря о операции, по сравнению с открытой хирургией. Почему? Потому что однозначно мы имеем возможность лучше видеть различные структуры, различить их, видеть приближённый вид, препарироваться орган или же заметить разные технические детали. Это правда намного легче, потому что не только хирург может видеть, но и ассистент может помочь или же другие сотрудники персонала могут увидеть различные аспекты, когда во время открытой операции видимость правда ограничена. Также очень важно, особенно говоря о колоректальной хирургии, это то, что говоря о мобилизации прямой кишки, у нас есть случаи с осложнениями, то здесь намного удобнее всё оперировать лапароскопически. Проблема послеоперационной грыжи, после открытых операций процент намного выше, чем после лапароскопических и также количество инфекционных заражений раны в два раза выше после открытых операций. Когда выбирается методика, сколько толстой кишки надо удалить с опухоли. С правой стороны мы выбираем соответствующую операцию. И с левой стороны опухоли по локализации цель всегда удалить самую радикальную опухоль на безопасном расстоянии, чтобы уменьшить вероятность рецидива, прогрессирования болезни. Одна из самых распространённых операций это лапароскопическая операция прямой кишки. Мы видим, что инструменты всегда направлены на прямую кишку и в позиции прокаров. Самый важный этап во время лапароскопических операций прямой кишки или толстой кишки это тут у нас нету одной тактики. говорим о том, что выбор зависит от выбора хирурга, опыта клиники, как сшивается одноэтажно, двуэтажно швами. Это вопросы для дискуссий и цель конечно всегда уменьшить анастомоз, его чистоту или формируя анастомоз, можно ли это делать с таплером и есть много разных способов. Чаще всего выбирается то, что техника, которую лучше всего освоили и с минимальной вероятностью компликаций. Позиционирование пациента перед этой операцией всегда очень важно в зависимости того, какая сторона оперируется. толстые кишки, правая, левая или прямая кишка и в зависимости от этого располагается бригада хирургов и ассистентов. Что еще очень важно, это неправильное тракар инструментов через стенку живота, также углы между тракарами, чтобы они не превышали 90%, потому что тогда будет очень сложно эргономически работать. Мы осложняем себе не только этот случай, но и неудобные условия работы. Также к этому всему надо добавить, что удаляя часть толстой кишки, опухоль, надо осмотреть препарат после операции, удалив его. Это значит, что прежде всего мы должны оценить, действительно мы удалили опухоль. И второе, правда ли было безопасное расстояние, у нас есть чистый край резекции, и это мы должны еще сделать в операционной. Как только мы закончили операцию, мы должны знать, что мы удалили препарат по всем онкологическим принципам. Операция резекции прямой кишки это одни самых сложных колоректальных операций. В принципе в абдоминальной хирургии они требуют очень высоких хирургических навыков, очень длительная продолжительность операции часто не связана с связана с техническими трудностями, потому что мы должны удалить прямую кишку. Если у нас есть рак первая или третья третья, то мы говорим о всем известных проблемах. Чаще всего мы говорим о лечении плохим и более сложной технической операции и, конечно, осложняющим фактором может быть лишний вес. Также, чтобы облегчить ситуацию, мы проводим иногда гибридные операции с эксизией, когда две бригады хирургов, одна трансональная, другая с полости живота мобилизируют прямую кишку и так безопасно удаляют опухоль. Что очень важно, говоря о опухоли прямой кишки, это просмотреть удаленную опухоль, не нарушен ли мезоректун, удалены ли лимфоузлы, край резекции, не нарушен ли. Если опухоль верхней третьей, то она должна быть не меньше 5 сантиметров, а средней или нижней части должен быть не меньше полутора сантиметров, и если это нижний опухоль прямой кишки, то резекция должна быть с около одного сантиметра. Осложнения после компликации анастомозные, швы интраабдоминальные, гневики и другие. Чаще всего если мы говорим о толстой кишке, то формируется рука во время анастомоза с помощью специальных стаплеров и формируется связь конец-концом. Чаще всего формируется именно как дистальная часть толстой кишки с бики прямой кишки и соединяется и формируется анастомоз с помощью специальных скрепок. Они есть очень разные, технологии становятся лучше от 3D до цель, конечно, всегда уменьшить количество анастомозной совместимости и если у нас низкая опухоль или это операция удаления прямой кишки и удалён край резекции, то надо выслать его на дополнительный осмотр. Почему очень большая проблема как уменьшится количество несовместимости анастомоза это может облегчить нам присмотр за потенциальными осложнениями после компликации и может опять же продлиться время госпитализации и есть очень много факторов по которым герметичность анастомоза может их риск может возрасти и конечно же желаю уменьшить эти показатели мы привлекаем разные методы инциамин зелёный например мы впускаем его и во время перкузии мы видим водную сферу и потенциальный край резекции это облегчает то что проведя анастомоз наши края резекции остаются живыми еще один из способов этого теста воздух вода удаляется вводится трансонально воздух в прямую кишку и мы смотрим заполнен ли он есть ли у нас герметичность есть ли пузыри если есть пузыри значит не герметично и тогда соответствующий действия если в верхнем третье у нас анастомоз если в нижней третье анастомоз хватает тренировать и формировать превенционную листону что уменьшает и улучшает последовательное выздоровление еще один тест когда трансонально вливается в прямую кишку мы смотрим не выливается ли через анастомоз в пространство желудка и в этом сфере работает наш врач Джаускас также также мы смотрим через правильно ли все было шито есть ли еще какие-то технические нюансы живая или еще кишка и это увеличивает шанс того что у пациента не будет герметичности анастомоза мы видим как выглядит вся работа мы проверяем перфузии кишки мы видим что кишка живая и мы можем безопасно провести анастомоз также современная хирургия лапароскопическая хирургия рядовой день в нашей операционной мы видим большие мониторы мы видим эргономически стоящих двух хирургов и самую лучшую технику именно в отношении лапароскопии как мы видим наблюдают коллеги могут удаленным образом учиться вот наши коллеги из Беларуси наблюдали в этом случае и мы правда рады тому что у нас есть такая доступность и можем нашим пациентам предоставить самое лучшее лечение которое только может предложить лапароскопическая хирургия говоря о будущем конечно будет все больше роботизации в хирургии она придет и в Литву безусловно мы надеемся что из-за лапароскопической хирургии мы перейдем к роботной хирургии в течение нескольких лет или десятилетия и наши резиденты будут обучаться и основам роботической хирургии параллельной лапароскопической так вот роботная хирургия еще не оправдала себя в случаях операции толстой кишки но в случаях прямой кишки там есть огромные преимущества сравнивая с лапароскопической хирургия и обобщая можно сказать что лапароскопические операции это безопасное эффективное лечение пациентам которые больны онкологическими заболеваниями этой сферы и эффективность операции чаще всего зависит от существующего лапароскопического технического обеспечения и опыта хирургов и лапароскопические операции могут проводиться в специализированных центрах и такое краткое послание всем вам как мы перешли от открытой хирургии к лапароскопической также нам надо адаптироваться и со временем мы перейдем к еще более сложной хирургии и это наше будущее благодарю вас всех и у кого есть вопросы вы можете обращаться ко мне лично я всегда с радостью отвечу благодарю вас за внимание зачем нужна в 1979 году когда почти 900 тысяч пациентов было пропировано в США и было определено три типа три группы операций нужно было 200 операций в год в больнице для того чтобы понизить смертность к этим операциям относятся открытая операция на сердце кровеносных сосудов резекция простаты и шунтирования артерий ко второй 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 группе резекции толстой кишки хирургии протезирования суставов и фортонеризм нужно было приблизительно 50 процедур в год для того чтобы понизить смертность ну и операции третьей группы не наблюдалось различия между пациентами которые оперировались в более и в менее крупных учреждениях исследователи пытались выяснить может быть более крупные больницы подбирают себе пациентов поздоровее и еще другой вариант был что может быть большее количество сложных операций предъявляет больше опыт только неважно будь то опыт конкретного хирурга или бригады или персонала больницы но в конце концов утверждалось что более качественные результаты обеспечивают более эффективное направление пациентов в эти больницы уже тогда было замечено что 56% прооперированных операций на сердце было проведено в 8% больниц и рекомендацией рекомендацией было все-таки получить популяционные данные не между отдельными больницами а на уровне населения при этом оцениваясь не только смертность но и другие важные факторы риска и подумать что может быть операции первой и второй групп имеют смысл централизовать таким образом почти почти 2,5 миллиона операций которые были проведены в операции в США в течение определенного периода и существует значительное различие между первой процентилию и пятой то есть больницы где проводится больше всего и меньше всего операции и разница смертности была на различных органах от 20 до 8 от 16 до 3 процентов от 16 до 10 процентов и во всех локализациях это различие существовало это различие было статистически значительным и поэтому авторы сделали вывод что если бы пациент выбирал где делать операцию и не имея никакой другой операции он по крайней мере может выбрать больницу в которой таких операций проводится больше поэтому в США были учреждены такие стандарты прыжка так называемые липфрок стандарт и там было 20 резекций различных органов и как вы видите только в сфере резекций легких выглядит достаточно убедительно и там где проводится меньше всего операций проводилось вот такое количество а с правой стороны сколько операций проводилось в больницах с самым большим количеством операций и мы видим что во всех случаях этот процент сначала вроде как был утверждалось что на операции пищевода но потом было положительное на операциях пищевода но ниже эффект сократился а в других группах операций мы видим что здесь есть тенденция к специализации здесь мы увидим что выживаемость в течение 30 дней 12 перстной кишки резекции было в тех операциях где предоставлялось больше операций в пищеводе тоже в резекции прямой кишки тоже а в резекции легких практически нет если сравнивать смертность риск смертность в наиболее загруженных наименее загруженных больницах мы видим там где этих операций выполнялось больше риск умереть после операции сокращался от 42 значительно более низких показателей это было статистическое значимое различие особенно это важно было для в случаях рака 12 перстной кишки потому что существенно сокращает смертность это один из самых простых методов благодаря которому можно сократить смертность после резекции 12 перстной кишки кроме Голландии и Великобритании практически нигде это насуществлено и подтверждается что централизация значительно запаздывает какова ситуация в Голландии мы видим что с 2005 по 2013 год состояли значительные изменения если в начале оперировалась большая часть пациентов в больницах в которых так называемых больницах малого объема то в течение последнего сегмента таких операций выполнялось гораздо больше в больницах где проводится больше операций то есть так называемых больницах большого объема еще один очень важный аспект это что изменилось определение объема если в течение первого периода малообъемных больниц было от 1 до 8 операций в год то в течение третьего периода это от 1 до 22 операций в год а в широкообъемных больницах в первый период считалась такая операция которая выполнялась 18 и больше но в течение последнего периода это уже уровень малообъемный а сейчас широкообъемный это там где выполняется 35 и больше операций в год каков смысл если мы посмотрим на пациентов которым меньше 75 лет или больше 75 лет то мы увидим что смертность в течение 30 лет больше среди пациентов которым больше 75 лет а также смертность в течение 90 дней тоже выше там где пациентам больше чем 75 лет и общая выживаемость также различается в этих больницах означает что пациенты более старшего возраста самая большая вероятность что они выздоровеют в больницах в которых проводятся операции в которых проводится много операций и для них централизация наиболее полезна но централизация есть конечно же и негативное воздействие в той же Голландии с 6 по 17 год мы видим как сократилось количество больниц в которых можно проводить резекция пищевода и других органов и это стало потому что больше пациентов нужно транспортировать до больницы и и расстояние перевозок значительно выросли в США в случаях различных раков мы видим что пищевода и двенадцатиперстной кишки из-за этого расстояние перевозок стало гораздо больше еще меньше сократилось расстояние для толстой и прямой кишки но все равно из-за этого может вырасти социальная изоляция также мы видим что с четвертого по четырнадцатый год количество больших больниц в принципе не изменилось и это также определило что пациенту нужно дальше добираться если современные рекомендации по централизации могут измениться вот это модель штата Нью-Йорк США мы видим что перевозка будет больше чем 50 миль практически для всех жителей штата что означает что централизация может обусловить более длительные перевозки но если проводить ее разумно при разумном планировании это воздействие можно немного сократить это гипотетическая ситуация по централизации операции рака простаты в Англии и здесь мы видим как три сценария как можно централизовать помощь в одном случае закрыть 28 в другом 34 и в третьем случае 37 различных открытых центров закрытых центров и мы смотрим сколько придется добираться пациентам в третьем случае трем процентам мужчин придется добираться более трех часов и это очень длительная перевозка и мы видим что в первом и третьем сценариях перевозка становится в два раза дольше а в случае второго сценария мы видим что перевозка они становятся гораздо дольше, но при этом достигается значительный уровень централизации. Возможно, такая модель может быть оптимальной, поэтому правильное планирование может сократить ненужные перевозки. Это интересное исследование из Франции, где исследовалось почти 120 тысяч женщин, у которых проводилась операция из-за рака груди. Мы видим, как проводились две инновационные процедуры. Биопсия лимфоузла и реконструкция груди в 2005-2012 году. По типу больницы и по объему. Мы посмотрим, как это проходило в больницах различного размера и сколько было разных пациенток. Тем временем в раковых центрах и в больницах, где оперируется много пациенток, самая большая вероятность была получить эту процедуру. 7 лет спустя этот процент, опять же, остался очень похожим. В целом количество таких операций увеличилось, но, опять же, раковые центры и крупные больницы выглядели лучше всего. Точно такая же ситуация с неотложной реконструкцией груди, где мы видим, что в малых больницах, в комьюнити больницах, вероятность получить такую процедуру самая малая, а в крупных больницах и в раковых центрах самая большая вероятность получить современную хирургию. Также было замечено, что как тип больницы, так и ее характер, учебный или раковый центр, это определенный знак качества. И новые методы чаще всего в раковых центрах присутствуют и в крупных больницах. Более инновативные процедуры предлагаются на тех рынках, где существует определенная конкуренция, потому что если у нас есть место, где конкуренции нет, инновативных процедур выполняется меньше. Таким образом, централизация может определять и монополии. И при планировании централизации мы должны запланировать, опять же, этот аспект. Если посмотреть, что произошло в Испании с централизацией толстой и прямой кишки, мы видим, что меньше стало больниц, где проводятся меньше операций, и в результате этого мы видим, что очень улучшились индикаторы, не только выживаясь, но сократилось количество срочных операций, и сократилось количество нереконструкционных операций, мезоректальной экстезии качество улучшилось, больше изучено лимфоотгов, отрицательный край резекции получен лучше. И очень важное сотрудничество между отправляющего и получающего центра. Это обсуждения, в которых участвуют представители обоих центров. Координация помощи, то есть пациента не направляется листиком, иди куда-то неизвестно куда, но ему говорится куда, где точно он должен, когда прийти. И службы друг с другом обмениваются информацией и работниками. И еще очень важна передача данных. Ежегодный отчет аккредитированного центра, центр, который направляет в аккредитированный центр, вносится ежегодный отчет для того, чтобы направляющий центр видел то качество, которое пациенты в этом центре получают, достаточно ли оно. Таким образом, общее качество централизованного лечения лучше, и достигаются более эффективные результаты. Интересная ситуация. В Германии, где колоректальный центр требует 20 прямой кишки и 30 толстой кишки, мы видим экспонентный рост центров. Но если посмотреть на смертность, по сути, она не очень изменилась. Очень небольшое сокращение смертности по прямой кишке. В роскопической хирургии рост тоже не очень какой в данный период. И мы видим, что там проблема в том, что сообщества выступают за централизацию, а не центральный аппарат Минздрава, не правительство центрального уровня, поэтому нет контроля и даже нет однородной ситуации, где предлагают различные организации, которые предлагают эту централизацию. То есть необходимы национальные стратегии. И здесь пример успеха – это Дания, где был расширен потенциал диагностического и нехирургического лечения, была концентрация хирургического помощи, были созданы оперативные пакеты помощи, мультидисциплинарные команды, национальные курсы для мультиплинарных команд, подготовка для хирургов на рабочем месте, внедрение лапароскопической хирургии. Мы видим, как значительно сократилась смертность из колоректального рака. Если сейчас посмотреть, какова смертность, причина смертности – это возраст, это мужской пол, оса более 1, рак толстой кишки, полиосинственная хирургия определяет смерть, также открытая хирургия год, в котором была выполнена операция. И количество операций уже становится неважным фактом. Если посмотреть больницы, где проводятся менее 10 операций в год, только 8% пациентов получали операцию в таких больницах, а 71% получают операцию там, где оперируется более 100, а в некоторых местах более 175 пациентов в год. Это очень крупные центры. Естественно, централизация там становится уже не настолько важным показателем. Если же посмотреть на голландские данные, то опять же мы видим, что в малообъёмных центрах и в широкообъёмных центрах результаты похожи, может даже большой разницы. Нет, и в широкообъёмных может быть даже чуть меньше, но если посмотреть, что очень серьёзное различие, и централизация значительно улучшает показатели в случаях сложного рака прямой кишки. Очень важно говорить не только про централизацию, но и говорить про национальный аудит, в который войдут все случаи, и мы увидим, что происходит, из какой больницы, где какая смертность, и тогда у нас будут прекрасные индикаторы для сравнения. Если вот мы посмотрим на голландские данные, то смертность с 2011-20 до 2015-2016 годов значительно различается. То есть сам аудит может улучшить ситуацию. Если же мы сравним, здесь проведён обзор. Национальный институт клинического, в Clinical Excellence была проведена оценка всего и существующего материала, который определяет результаты по корректальному раку, и общая выжимаемость начинает улучшаться, если оперироваться более 39-ти. Осложнение меньше, когда не 19-ти. Здесь мы видим в зависимости от нагрузки, какие проявляются нежелательные последствия. И англичане приняли очень консервативную рекомендацию не оперировать пациентов там, где оперируется менее 10-ти случаев в год. Но я считаю, что там очень большого влияния на выживаемость пациентов и на результаты лечения не будет. Но действительно ли важно только количество операций, которые выполняются в конкретном больнице? Если посмотреть, что произошло с 2000 по 2011 год в США, мы увидели, что сократилось количество больниц, в которых оперируется по 1-5 пациентов. Увеличилось количество больниц, где оперируется больше. Но также сократилось количество хирургов, которые проводят только операцию на 1-5 пациентах. Увеличилось количество тех хирургов, которые проводят больше операций в год. И мы, если посмотрим, каково влияние больницы и хирурга на осложнение, потому что мы видим, что самые лучшие результаты достигаются в широкомасштабных, широкообъемных больницах, где есть широкообъемные хирурги, которые проводят много операций в год. Пошло исследование пациента, где проводились операции кровеносных сосудов и за ракой, мы видим, что есть существенные различия между больниц, где проводится меньше всего операций, и больше всего операций. И здесь вот один из самых интересных слайдов, где проводилась оценка, какая часть результатов хирурга зависит от больницы, в котором он выполняет. В кровеносной системе мы видим, что большая часть все-таки зависит от хирурга конкретного. 0-15% зависит от больницы, практически все остальное зависит от хирурга. Но в случае операции из-за рака 50% зависит от больницы, от объема больницы, и приблизительно 50% зависит от хирурга, сколько он проводит операций в год. И самые лучшие результаты при сравнении малообъемных, широкообъемных больниц и малообъемных, широкообъемных хирургов, мы видим, что самые лучшие результаты достигаются хирургами, которые оперируют много раз в больницах, где проводится много операций. И это значит, что пациенты могут значительно лучше повысить шансы на выживание после операции, даже в широкомасштабной операции, если они выберут хирурга, который проводит операции чаще. И в тех же самых руководящих принципах количество операций, от которого повышается, это 10-14 для общего выживания, для положительного края резекции 5.9, осложнений 5.9-2024. И 5.9 для других показателей, постоянной стомы и местного рецидива. Мы видим, что раковые операции должны проводить хирурги, которые проводят хотя бы 5 операций в год или больше. И здесь интересные данные из Санта-Росклиникуса Национального института рака, в котором мы сравниваем хирургов, которые проводят более 10 операций в год, и малобъемный хирург, который проводит меньше 10 операций в год. Мы видим, что лапароскопическая хирургия чаще проводится хирургами, которые оперируют чаще. Продолжительные операции будут меньше, осложнений меньше. Выживаемость статической надежности нет, но процентально это разница в 8% общей выживаемости. 6% рецидива в 14% это большая разница для пациента. Мы видим, чтобы выйти на результат колоректальной хирургии, нужно до 150 случаев в год, а для этого нужно выйти на вершину кривой обучения. Если для того, чтобы выйти на 150 операций в год, мы целую жизнь будем дожидаться, пока столько операций проведет. Мы никогда не сможем выйти на этот показатель, если будем проводить только 5 операций в год. Тем временем, если хирург проводит 20 операций в год, то через 5 лет он уже выйдет на уровень выше 100, и тогда выйдет на вершину качества. И при выборе операций мы должны выбирать именно те операции, которые вначале являются самыми легкими. Также подготовка помогает. Если для первого хирурга нужно 36 случаев для того, чтобы выйти на вершину качества и снизить шанс осложнений или сократить время операции, то для платного только 10. То есть первый и второй хирург, у них различная ситуация. И у нас ход как нам нужно начинать. Не нужно сразу начинать с самых сложных случаев. Начинать с базовой подготовки, с подготовки в моделях, операционной подготовки, оценки, сертификации. Здесь опять же, если мы возьмем 14% операции, та же операция на том же человеке, но можем ему предложить шанс операции на 14% меньше, на 6% ниже шанс смерти в течение 3 лет, или на 8% понизить шанс рецидива в течение 3 лет. Какой пациент выберет более рискованный вариант? Есть даже вопрос, этично ли задалось такой вопрос. Пациенты, конечно же, сказали, что они хотели бы более качественного и сократить время ожидания, понизить шанс осложнений. И те же самые аспекты выделил, конечно, и бизнесменский персонал. Что же говорит мир про централизацию и ситуацию централизации? Есть страны, в которых 10-7 требований в интерах 80, 100 случаев должно быть уровень централизации, только 6 стран, в которых есть юридические правовые требования. В Литве для колократального рака у нас требования 50 случаев, для толстой кишки 50, для прямой 50 и 6 центров во всей Литве. И ежегодный отчет, то есть для толстой кишки 78% проводится в широкомасштабных больницах. И какова рекомендация централизации? Мы должны централизовать не по операции, а по органам, например, операции по раку поджелудочной железы и прямой кишки. В минимальном количестве нужно подготовить в центрах и расположено должным образом по регионам, чтобы не было проблем с перевозкой. Должно быть, по крайней мере, два центра в регионе, чтобы была конкуренция. Должны быть предоставлены необходимые ресурсы и должная оценка персонала и больницы. Центры должны иметь полностью функционирующие мультидисциплинарные команды и должны быть объединены в сети с направляющими больницами и осуществлять сотрудничество. Спецификации централизации должны быть жестко, юридически регламентироваться и контролироваться. Они должны сопровождаться информационными компаниями в обществе. Центры должны иметь внешне аудитируемые базы данных. Контроль качества должен сопровождаться международными исследованиями. И необходимо осуществлять мониторинг для того, чтобы все могли воспользоваться преимуществами централизации. И также центры должны делиться подготовкой и образованием с окружением. То есть лечение рака централизуется. И чем больше общество про это будет знать, тем быстрее эта централизация состоится. И хирурги также должны будут специализироваться для того, чтобы получить и сохранить навыки. И результаты, которые будут подвергаться аудиту и будут известны во внешней среде. Пациент будет выбирать хирурга по результатам. Большое спасибо коллегам доктору Крыжаускасу Баушису и Якубаускасу за помощь в ходе подготовки этого доклада. И приглашаю всех в Вильнюс, в прекрасный город. Большое спасибо. Благодарю профессора Томаса Пошкуса. И сейчас по программе у нас перерыв на 10 минут. Мы с вами вновь встретимся в 13.45. Здравствуйте вновь. Мы сегодня с вами видимся на конференции на тему уменьшения социальной изоляции онкологических пациентов. И теперь мы приглашаем выступить доктора Альберта Сачакаускаса, который представит презентацию на тему лапароскопической хирургии ракопростаты. Добрый день. Мне очень приятно начать урологическую часть. У нас будет три кратких презентации. Очень сложно вместиться в 15 минут. Но я хотела бы всё-таки затронуть лапароскопическую хирургию простаты. Это тема, которую мы могли развивать вместе с Гродненской больницей. И мы провели более 150 операций в рамках нашего проекта. И сейчас выполнили даже ещё больше, поскольку проект всё ещё продолжается. Говоря о раке простаты, почему мы об этом говорим? Потому что показатели смертности находятся где-то на третьем месте после лёгких и колоректального рака. И эти показатели довольно стабильны. С другой стороны, пытаясь оценить, на верном ли мы пути, то последняя публикация, оценивающая потенциальный прогноз, куда же мы всё-таки двигаемся, Говоря в принципе о смертности из-за рака, мы видим, что смертность за 5 лет по всему Евросоюзу уменьшается. И как вы видите, рак простаты, показатели тоже это отражают. Диагностика совершенствуется, так же, как и лечение, терапевтические возможности. И показатели смертности благодаря этому улучшаются. Почему же мы должны об этом говорить? Потому что заболевание раком простаты всё-таки одно из лидирующих. И ежегодно в регионе Европы заболевает около полумиллиона мужчин, которых надо тем или иным образом лечить. Так что это очень актуальная проблема. И она всё ещё не теряет актуальность. Вот в масштабе Евросоюза, где же мы находимся, показатели заболеваемости похожи, как вы видите, и в соседних странах, и по среднему показателю по Европе. Мы находимся немножко ниже других западных стран, например, как Норвегии, Германии, Швеции, скандинавских стран. Наши показатели заболеваемости мы можем порадоваться немножко ниже. Говоря о нашей статистике, показатели заболеваемости увеличиваются, появляется ранняя программа диагностики рака простаты. И начав осуществлять эту программу, мы следили достаточно весомый скачок, потому что была установлена большая часть случаев, которые вне программы не были бы установлены. И когда программа начала функционировать и стала постоянной, то эти показатели стабилизировались, и сейчас мы видим тенденцию на уменьшение. Говоря о радикальном лечении рака простаты, то у нас есть целый ряд методик, которые меняют друг друга. Есть возможность хирургически удалить простату открытым образом, лапароскопическим образом. Также есть возможность лапароскопии 3D, которой мы можем порадоваться в нашем центре. И, конечно же, приходит роботная хирургия и её методы. Они по чуть-чуть становятся доминирующими в некоторых центрах и всё больше расширяются. Также внешняя лучевая терапия, минимально инвазивные методы и по чуть-чуть малоинвазивные методы тоже становятся популярными, как фокальная терапия и другие. Говоря о радикальной простатоктомии, мы видим, что очень много публикаций в этой сфере. Говоря о лапароскопической простатоктомии, то ещё в 1991 году появились новые публикации. Благодаря трёхдименционной лапароскопической хирургии. В принципе, в этой сфере публикаций недостаточно много. Это всё ещё довольно новая методика, но она внесла новое веяние в нашу сферу. Ну и, конечно, роботическая хирургия тоже в этой сфере. Достаточно большое количество публикаций можно найти. Как же проводится лечение, какая методика выбирается? Здесь мы видим сравнение по США, большую базу данных с одним из центров в Техасе. Как вы видите, чёрно-белым цветом, белым цветом помечены лапароскопические или роботические операции. И, как вы видите, они выбираются в случаях самых сложных опухолей. Говоря о внешнем лучевом лечении, его чаще всего выбирают для пожилых пациентов или пациентов с меньшей ризикой, как первый выбор, или как часть некомбинированного лечения. Итак, хирургия остаётся очень важной и динамики становятся всё важнее уменьшать риск для пациентов. Какова эволюция лапароскопической хирургии? В 1991 году первые случаи были описаны, они, конечно, совершенствовались, и в итоге профессор Штольценбург описал экстраперитонный и интракапсульный, и очень прецизионный сохранность нервов в его работе. Достаточно недавно начали развивать лапароскопическую хирургию 3D, которая в последнее время действительно в лапароскопических центрах приобрела огромные объёмы. Лапароскопическая простатоктомия в себя включает удаление простаты, может ограничиться только удалением простаты, если мы говорим о возможности уменьшить давление на ректальную функцию, на нервы, и можно выбрать как визуализацию 2D, так и визуализацию 3D во время операции. Говоря о позиционировании пациента, пациент ложится на спину, и очень важно, чтобы была возможность обеспечить позицию Тренденбурга, чтобы голова была довольно низкая, фиксированы были плечи, но это не может быть единственной, потому что может быть нарушение нервных поверхностей, и должна для этого фиксироваться грудь, для того, чтобы уменьшить давление в сфере плеч. Вот так выглядит постановка в операционной, есть позиция ассистента с права, хирург слева, и ассистент, держащий камеру, который стоит в изголовье. Вот так выглядит вид из нашей операционной, и ассистент, как вы видите, надо договориться с командой анестезиологов, чтобы эта позиция была обеспечена. также руки должны быть вплотную прижаты к телу, должен быть обеспечен лекарство через вену, и доступ должен иметь как хирург, так и анестезиолог. Тракаром мы видим, что у нас есть центральный хирургический оптический тракар побольше и операционный более весомый тракар, который используется для устранения лимфоузлов и восстановления дыхательных структур. В такой позиции тракаров в простатектомических операциях эта позиция тракаров довольно стабильная и не сильно меняется. Очень важно для нас убеспечить нейроваскулярную поверхность, чтобы мы это сделали. Описано несколько методов для этого. Мы можем интерфасильный метод использовать в зависимости от болезни, от риска, какой уровень риска устанавливается для пациента. Можем выбрать самый безопасный метод, проводя лапароскопическую операцию простаты. Этот способ достаточно неплохо осуществляется, особенно проводя лапароскопию 3D, можно идентифицировать похожим образом, как и в присутствии роботической хирургии есть фактически идентичное изображение. Говоря о удалении лимфоузлов, мы должны обеспечить достаточный уровень удаления лимфоузлов во всех случаях простактомии, когда мы говорим про инвазию и увеличенные лимфоузлы, увеличение на 5-7%, мы видим, что во всех случаях мы должны использовать лимфодреноктомию, расширенный вариант, который вы видите на картинке, и в этом регионе мы можем наблюдать большую часть инвазии лимфоузлов. Почему же мы берём зазолапароскопию, потому что уже с 12-го года по европейским руководящим принципам мы видим разные публикации и рекомендации, которые очень чётко показали, что лапароскопическая хирургия помогает нам обеспечить меньшее количество осложнений после операции, меньшее количество случаев анастомоза и других осложнений. Вот ещё несколько клинических обзоров клинических исследований, где наблюдались и анализировались преимущества этих операций, как и в других сферах. Мы говорим о уменьшенном потере крови, потребности в трансфузии и также увеличении затрат во время лапароскопической хирургии. Но эти затраты окупаются в принципе функциональными результатами и их преимуществами. Нет так много сравнений между лапароскопической хирургией 2D и 3D. Есть маленькие центры, которые предоставляют данные, но мы видим, что часть результатов именно в пользу лапароскопии 3D. Уменьшение затрат, восстановление биохимического, в случаях биохимического прогресса и так далее. Но это очень сложно показать, потому что для этого нужно намного более обширные клинические исследования. Мы видим, что в случае защиты нервов улучшаются также показатели лапароскопии. не 3D. Но все эти клинические исследования указывают, что это более удобный метод для врача, уменьшающий кривую обучение, сокращающий ее. И это один из первых по выбору методов лечения. Очень интересный феномен, который предлагается сейчас в рамках современного обучения. Большая часть хирургов переходят из открытой хирургии в роботическую хирургию и роботическая хирургия. Мы знаем, что там кривая обучения короче, меньше надо обучаться. И иногда лапароскопическому хирургу также надо трансформироваться. И лапароскопия 3D это один из методов, которые лучше усваивают врачи роботической хирургии. Также лапароскопия 3D уменьшает немножко кривую обучение. Начиная обучение сначала для анастомоза хватает 30 случаев, а для длительности всей операции, чтобы она стабилизировалась, хватает 60 операций, чтобы хирург чувствовал себя комфортно. И время операции и длительность анастомоза оставалось стабильным во время всех операций. Так очень кратко за эти 15 минут я хотела представить вам эту проблематику во всех этапах лечения. Как вы видите, лапароскопия 3D имеет преимущество в сфере комфорта, в других сферах, и наши коллеги также говорили о приполоскорпической хирургии, а в более сложные случаи оперируются успешнее. Как вы видите, в рамках проекта, говоря именно о лапароскопической хирургии ракопростаты, фактически с 3D мы достигли 2 проведения 2-3 лапароскопических операций, которые проводятся именно лапароскопическим образом, и открытая хирургия фактически начинает сдавать в позициях. Так что большое спасибо за внимание. Спасибо докладчику, доктору Чакавскосу. Участникам конференции хочу напомнить, что вопросы можно задавать в письменном виде в специальном аккаунте, и на них лекторы ответят после всех докладов в конце конференции. А сейчас приглашаю представителя Сельско-Универсской больницы Сантрас Клиникос доктора-уролога урологического отделения доктора Арнаса Бакавичуса и тема его доклада апароскопическая хирургия рака почек. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Далее перейдем к раку почек. Это одна из тех сфер, в котором мы интенсивно проводили лечение в рамках проекта, будем далее интенсивно продолжать лечение в этой сфере. И, конечно, у нас немало прорывов в сфере фароскопии. В первую очередь про рак почек, что это за заболевание и распространенность. Также одна из наиболее распространенных онкологических болезней у мужчин. если вы видите на слайде здесь самое распространенное онкологическое заболевание всех локализаций. И в этой локализации у нас три урологические заболевания. Рак простат, который, как уже рассказывал доктор Чакаускас, самое распространенное онкологическое заболевание. Рак почек занимает девятое место по частоте. В последнее время мы видим незначительный рост. Случаев, если в 2018 году у нас было 136 тысяч случаев, то в прошлом году у нас на полтора процента больше новых случаев диагнозированных. И хорошая новость такова, что смертность немного сокращается. На 1 процент меньше в год от рака почек. И почему ситуация такова? И почему диагностика именно в этой сфере растет? Почему случаев становится больше? В первую счету это связано с другими разиологическими методами диагностирования, которые мы применяем, такими как ультразвуковое обследование, компьютерная томография. Чаще всего обследование проводится по совершенно другим неспецифичным симптомам, и большая часть опухолей почек в данный момент устанавливается совершенно случайно. Как выглядит заболеваемость раком почек в Прибалтике, в Беларуси, в других соседних странах? Это один из самых лидирующих показателей в мире. На 100 тысяч мы видим, что в Литве у нас 4,2 случаи, и темно-красный цвет помечают именно те государства, которые выделяются заболеваемостью раком почек. И до конца все эти механизмы непонятны, возможно, немалое влияние генетических факторов, но наши страны, Прибалтики и Беларусь, как мы говорили, имеют очень немалый уровень заболеваемости. Как уже немало в клинической практике, на сегодняшний день используются ультразвуковые обследования, большая часть опухолей рака почек определяется на ранней стадии, и по стадиям, если можно выделить рак почек первой стадии, определяется аж 62% пациентов, поскольку мы определяем достаточно на ранней стадии, то естественно это оказывает влияние в ходе лечения. Если ранее применялась нефректомия, то есть полное удаление почки, сейчас поскольку опухоль становится все меньше, все более рано выявляются, все шире применяется минимально инвазивные операции, сберегающие операции, это резекция почки, это одна из них, сама методика оценивается к минимально инвазивным зокеклопароскопической резекции. Самые первые исследования, которые подтвердили, что резекция является безопасным методом лечения, появились, опубликованы 10 лет назад, мы видим, что на этом слайде, что выживаемость именно в ходе оперирования посредством резекции или нефректомии или прогрессирования не различается. Здесь с левой стороны видим прогрессирование, кривые идентичные, значение π048, то есть тем людям, которые выполняются радикальная нефректомия или резекция почки, имеют такой же риск прогрессирования. Выживаемость также мы видим, что с правой стороны совершенно не различается, величина 0,08, то есть резекция нефректомия имеют идентичные результаты, и одно из основных исследований, которое определили именно то, что на сегодняшний день резекция становится стандартом лечения, и еще замечено положительное проявление в ходе выполнения сберегающих операций, таких как резекция почки, есть еще и некоторые преимущества. Мы не только удерживаем тот же уровень онкологической безопасности для пациентов, но есть определенные преимущества в плане кардиоваскулярных случаев, то есть сохраняется ткань и которая сокращает распространенность случаев кровеносных проблем, то есть здесь вот снизу это в случае резекции зеленым цветом, а красным помечена нефректомия, то есть полностью устранение почки, то есть очевидно различие между кардиоваскулярных случаев после операции в продолжительной перспективе, то есть сохранение почки позволяет снизить риск других осложнений в других системах. Что говорят наши руководящие принципы Ассоциации урологов Европы на сегодняшний день резекция почки это стандартная процедура, которая рекомендуется в отношении опухолей Т1, то есть в отношении достаточно больших опухолей, то есть Т1 это до 7 сантиметров размером, так чаще всего выглядят открытые операции, которые выполнялись достаточно широко в прошлом на сегодняшний день, техника операции меняется и мы все больше применяем лапароскопические операции и разрезы, которые необходимы для того, чтобы добраться до почки через живот или через бок не физиологически а председатной рвации, рыжие разрывы достаточно травмирующие продолжительные перспективы, особенно это важно для лиц с избыточным весом и это очень облегчает их дальнейшее соживание и на сегодняшний день резекция почки или нефректомия является стандартным методом лечения. исследования которыми было доказано безопасно лапароскопически проводить резекцию почки да, это полностью безопасно на левом слайде вы видите именно выживаемость без рецидива местного рецидива то лапароскопически так и открытым методом при выполнении резекции почки результаты абсолютно идентичны также развитие отдаленных метастаз в отдаленной перспективе результаты также одинаковые синим цветом открытая операция красным цветом лапароскопической операции роботическая технология может ли нам дать какие-то преимущества опять же результаты все одинаковые именно говоря про онкологическую безопасность то есть местный рецидив одинаковый как при открытой так при лапароскопической так и роботической операции также распространенность метастаз или специфический уровень выживаемости после рака почек то есть минимальная инвазивная лапароскопия и роботика с опухолью почек соответствуют результатам при открытой операции то есть эти методы полностью безопасны какие у нас есть преимущества именно при операции лапароскопом в первую очередь мы видим на этом слайде один из основных позитивных проявлений это что период госпитализации два раза короче при открытой это 5-6 дней лапароскопически это 2-3 дня и это связано конечно же с более низким уровнем травмирования в ходе операции также меньше крови теряется по сравнению с открытой при открытой это вы видите уровень различия при открытой лапароскопической операции но есть некоторые технические аспекты при лапароскопической операции дольше на 20 минут в среднем дольше и также время ишемии тоже различается немного потому что технически сложнее зашить почку но некоторые исследования другие исследования даже некоторые эти результаты опровергают это означает что время операции именно мы видим что время лапароскопической операции тоже в некоторых случаях мы видим что и время короче по сравнению с открытыми и срок госпитализации также почти в два раза короче при лапароскопии также как я говорил потеря крови тоже входит такой операции ниже также это исследование показало что время ишемии чуть меньше при операции лапароскопической почек руководящих принципах четко не определена граница как говорил доктор перед этим говорил доктор пошку для того чтобы выйти на хороший уровень качества операции также при резекции лапароскопической резекции почек нужно достичь по крайней мере уровня 40 случаев в год для того чтобы это этот риск осложнений значительно сократился и мы видим на самом деле от 38 практически случаев риск всех нежелательных проявлений сохраняется то есть центр должен выполнять по крайней мере 4-3 лапароскопические операции в месяц для того чтобы его можно было считать оптимальным для выполнения резекции почки лапароскопическими на сегодняшний день лапароскопии есть немного другие проявления это достаточно распространенная лапароскопия 3D и есть исследования которые показывают некоторые преимущества лапароскопии по сравнению с лапароскопией именно 3D по сравнению с 2D и в этом обзоре на самом деле мы видим некоторые выделенные аспекты я буду говорить только про урологические операции если посмотреть на адреналектомию устранение почечника или пиропластика или нефректомия это устранение всей почки на самом деле были сравнены все в пользу лапароскопии 3D все эти 3 операции преимущества были у лапароскопии 3D какие в плане утраты крови при лапароскопии 3D гораздо меньше было потеряно крови по сравнению с 2D видите 72 мл и 40 мл действительно время на принятие критических решений если что-то не ясно также в ходе всей операции также в лапароскопии 3D был лучше по сравнению с лапароскопией 2D что говорится в наших руководящих принципах о именно резекции почек рекомендации какой метод применять 3D или в отношении разных опухолей не предоставляется но про саму резекцию почки рекомендуется радикальная пректомия только в отношении опухоли Т2 то есть более 7 см но нужно понять один аспект что лапароскопически не оправданно оперировать такие опухоли которые выполняют нефректомию в отношении опухолей в отношении которых можно провести лапароскопию резекцию то есть если опухоль достаточно мала и не нужно выбирать метод нефректомии лучше провести открытую резекцию и все-таки приоритет это в первую очередь операция которая сберегает почку если можно сохранить почку лапароскопически если это сделать невозможно то тогда выбрать открытый метод или направлять пациента туда где это можно выполнить лапароскопически то есть сам метод операции не должен быть определяющим критерием для принятия решения сбережение почки это основной приоритет для больного его результата как и лапароскопическое резекции в в клинике сантером и очень приятно что эта кривая очень изменяется если видите в течение последних 5 лет Серые столбики это открытые операции. В 2015 году, 5 лет назад, у нас были только открытые резекции. В этом году, результатов за этот год пока что нет, у нас есть. В прошлом году только 15% случаев у нас было открытых операций, а красным помечено доля лапароскопии. В прошлом году это было аж 85% в случае резекции почек, которые выполняются лапароскопически. Я думаю, что показатели этого года будут еще лучше, и открытых операций останется меньше 5%. Спасибо за внимание. Благодарим доктора Арнаса Бакавичуса. И сейчас приглашаю руководителя урологического центра клиники Сантрас доктора доцента Арунаса Жельвиса. Тема его презентации – ретроградная внутрипочечная хирургия для лечения уротелиального рака верхних мочевых путей. Я хотела ознакомить вас с темой. Очень рад тому, что в нашей клинике мы с гордостью используем эту методику на практике. Но я хотел, в принципе, сделать обзор применения вот этого метода ретроградной внутрипочечной хирургии для лечения уротелиального рака верхних мочевых путей. Вот так выглядит наша больница. И вот сейчас, говоря о карциноме и уротелиальном раке, в этом случае уротелиальная карцинома составляет только 5-10%. Намного чаще мы встречаем именно рак мочевых путей. 75%. И поэтому уротелиальный рак верхних мочевых путей – это довольно редкое заболевание. И все решения по лечению чаще всего делаются, основываясь на исследованиях, которые провелись с уротериальной карциномой в нижних мочевых путях, то есть в мочевом пузыре. Также ещё типично то, что спорадичные случаи уротелиального рака верхних мочевых путей – это у нас всего лишь около 10-20%, и остальные случаи – это урождённая патология. Говоря о уротелиальном раке, это четвёртый по распространению рак среди мужчин. Именно этот вид составляет 5-10% всех уротелиальных раков, и случается частота 2 случая на 100 тысяч жителей. Чаще всего это заболевание встречается среди мужчин в возрасте 70-90 лет, и в 3 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщины. И мы видим, что 2-3 случаев, когда мочевые пузыри выглядят именно так. Очень важно отметить, что 60% случаев, когда впервые диагнозируется уротеальный рак верхних мочевых путей, диагноз бывает неинвазимным. Итак, 60% рака, когда он диагностируется, уже бывает инвазивным, 25% – это случаи регионального метастаза, 17% случаев одновременно с верхними мочевыми путями бывает рак мочевого пузыря. И достаточно частый рецидив. Это известная схема, много об этом говорить не буду. Студия по ТА, Т1, Т2, Т3. Как в мочевом пузыре происходит развитие и выживание очень чётко зависит от стадии рака. Чем выше стадия, тем меньше вероятность выживания. На стадии Т3 только 20-40% выживания. Что ещё важно отметить, выживание также зависит от уровня и градуса дифференциации. Какие же симптомы встречаются у пациентов? Их достаточно мало. Чаще всего бывает гематурия и боли. И тогда системные симптомы, такие как анорекция, потеря веса, когда они присутствуют, тогда, наверное, необходимо искать именно этого диагноза. Какие методы используются? Компьютерная томография и урография – это самые чувствительные исследования. Чувствительность составляет 92%, специфичность – до 95%. Но компьютерная томография отличается ограниченностью. Если у нас есть образование меньше 5 мм, то чувствительность только 89%. А если меньше 3 мм, то только 40% чувствительность. Так выглядела компьютерная томография. И следующее исследование – это магнитный резонанс. Там чувствительность ещё ниже, составляет всего лишь 75%. Итак, каков же дела с тестоскопией? Она используется для того, чтобы отбросить рак мочевого пузыря. Во время… Мы можем присоединить цитологическое исследование, если оно будет позитивным. Не установив опухоли в мочевом пузыре, всё равно 40-80% надо искать опухоль в верхних мочевых путях. И тут важна ретроградная репилография. Переходим к уритроскопии. У неё всё-таки диагностирующая функция – осмотреть мочевые пути и взять биопсию с подозрительных участков. Но есть уритроскопии свои ограничения. Очень точно установить стадию мы не можем с помощью уритроскопии. Мы можем только установить градус дифференциации. Есть одна опухоль или несколько, но стадии полностью установить мы не можем. И для этого мы используем компьютерную томографию. Таким образом, чтобы более эффективно использовать уритроскопию, мы можем здесь комбинировать лечение и привлекать биопсию. Если мы установим рак малого риска, мы можем всё-таки спасти мочевые пути. И что же говорят руководящие принципы Ассоциации урологов Европы? Диагностика и установление стадии верхних мочевых путей лучше всего использовать комбинацию компьютерной томографии и урографии и ретроскопии. Итак, гибкая уритроскопия используется для диагноза и установления риска. Используется биопсия. Ещё один способ мы можем использовать гибкую уритроскопию и для лечения, используя лазерную резекцию мочевых путей в случаях рака малого риска. Также гибкая уритроскопия может использоваться в период после лечения. Гибких уритроскопов на рынке у нас достаточно много. У нас есть и цифровые, и одноразовые, большой спектр. И новые технологии, которые используются для улучшения видимости. Нарубент, Имэджинг, НБИ и SPICE технология. Также фотодинамическая диагностика, DVD. И оптическая когерентная томография. Также другие методы. Я хочу остановиться над цифровым изображением. Оно действительно значимо улучшилось, используя гибкую уритроскопию, сравнивая с фиброскопией. Оптическая когерентная томография. К сожалению, мы не можем продемонстрировать такого аппарата его использования в Литве. Но эта методика широко известна. И помогает установить уровень инвазии опухоли. Также конфокальная лазерная эндомикроскопия, которая может установить уровень инвазии. У нас также нет этой технологии в Литве. И ультразвуковое исследование высокой частоты. Мы можем посмотреть с помощью его стенки верхних мочевых пузырей и установить уровень инвазии. Метод НБА используется в Литве. И мы можем намного лучше с помощью его видеть. И на 20% улучшается диагноз. Методика SPICE у нас её нет. Но если бы мы покупали аппараты Шторц, то могли бы использовать эту методику. Мы считаем, что нет большой разницы между НБА и SPICE методиками. Фотодинамическая диагностика. Одна из наших картинок. Здесь справа. Это очень ясно улучшает качество картинки мочевого пузыря. Но говоря о мочевых путях, есть определённые недостатки. Потому что устанавливая опухоль, мешает ингенционное освещение. Здесь очень важен угол просмотра. При одном будет светиться, при другом нет. Какие инструменты используются во время процедуры, они помогают нам лучше взять биопсический образец. И так мы можем лучше войти в мочевые пузыри для сбора образцов. В литературе мы замечаем, что были. В литературе говорилось о том, что ретроскопия увеличивает вероятность рецидива опухоли в мочевом пузыре. И мы видим, что в 2015 году было опубликовано исследование, что риск опухолей выше, если мы перед операцией проводим ретроскопии. Но тут всё неоднозначно, потому что в 2018 году опубликовано исследование, которое говорит, что ретроскопия не связана с более высоким количеством рецидивов в сфере мочевого пузыря. Так что мы считаем, что всё неоднозначно, и поэтому мы всё-таки рекомендуем ретроскопию перед операцией. В некоторых случаях это помогает уменьшить объём операции. Ещё один вопрос. Можем ли мы использовать инстилляции во время операции вырезов опухоль? И научные исследования говорят, что это уменьшает количество рецидива мочевого пузыря, если использовать инстилляцию томицина и пирорубицина. Мы видим два разных исследования. И что ещё особо важно, наша задача в гибкой уритроскопии – это установить рак верхних мочевых путей малого риска и высокого риска. Рак малого риска – это один очаг, опухоль меньше 2 см, что важно. Это ещё лоу-грейд цитология, которую мы устанавливаем во время биопсии. И компьютерная томография помогает нам увидеть, что это не инвазивный рак. Все эти условия должны присутствовать, но если мы устанавливаем хоть один элемент высокого риска опухоли, то сохранить орган становится невозможным. Так что тактика лечения в случаях рака малого риска – это сохранение органа и высокого риска радикальной утриректомии. И вот один из случаев, хочу продемонстрировать, когда надо использовать это лечение. Мы видим диагностику, где установлена опухоль. И следующее лечение – хомин лазером, абляцией этой опухоли. Потом кистологическое исследование было проведено, что это был рак низкого риска. Этот пациент наблюдается у нас уже четвёртый год после проведённого лечения. И в таких случаях лечение гибкой уритроскопии рекомендуется, потому что она полностью оправдана. И, конечно, необходимо наблюдение каждые 6 недель. И ретур, реутероскопия с резекцией, с биопсией позволяет лечить вовремя и уменьшить количество прогрессирующих случаев. Благодарю вас за внимание. Благодарю. Спасибо. Благодарю. 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 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Лина Сандрейко, врач отделения гинекологии Центра акушерства и гинекологии клиники Сантерос. И сегодня я расскажу вам о техниках и материалах поиска охранных лимфатических узлов с использованием минимально инвазивных методов. Рак эндометриума – это самое распространённое заболевание среди женщин в мире. Четвёртый рак по распространению в Литве – третий. И где-то 3% женщин им заболевают. Средний возраст заболевания – 63 года. И в Литве устанавливается где-то 560 случаев за год. Но в 2020 году было 803 случая. В большей части пациенток устанавливается рак первичных стадий. Уровень выживаемости при диагностике первой стадии составляет 85-91%. И общая смертность составляет около 20%. В Литве умирает где-то 153 женщины в год. В 2020 году было 156 смертей. Самая важная ценность является тип опухоли, молекулярный тип, кистологический тип, уровень диверенциации, лимфоваскулярная инвазия. Также мы говорим о том, насколько вросла эта опухоль стадия 1А или 1Б. И микро- или макро-метастаз или inactive tumor cells ITC. В этой сфере дискуссии всё ещё активно продолжаются. Метастазы в лимфоузлах устанавливаются в 10% пациенток с первой стадии. Ракоматки 20% у пациенток, у которых уже более прогрессивная стадия. Была рекомендация проводить лимфоденоктомию и полное удаление лимфоузлов, если нет широкого распространения. Ракоматки считается неактуальным. Полное удаление лимфоузлов для хирургического исследования необходимо только с опухолей высокой ризики. Это аденокарцинома Г3, первая стадия. Если уровень эндометриума больше 50%, а второй – типа кистологическая опухоль, серозинная и, конечно, радиологически наблюдаются лимфоузлы. Если мы говорим о эндометриальном раке, низкого или среднего риска, что необходимо делать? Ну, прежде всего, конечно, наблюдать, что и до этого делось, проводить селективную лимфоденоктомию и брахитерапию. Эту дилемму нам помогает решить биопсию охранного лимфатического узла. И именно этот лимфоузел, в него сводится дренаж из опухоли. И поэтому, если мы устанавливаем метастаз в охранном лимфоузле, то если мы не устанавливаем их там, то, скорее всего, их не будет и в других лимфоузлах. И это исследование очень широко распространено в хирургии. Когда мы исследуем охранные лимфатические узлы, мы можем избежать полной лимфоденоктомии и связанных компликаций. Таким образом, мы продолжаем исследование и адъювантное лечение, основываясь на National Comprehensive Cancer Network, их предоставляемые данными и рекомендации. Биопсия может быть использована в случаях высокого рецидива и риска, когда мы говорим о раке матки. Для распространения рака матки очень важны верхний парацервикальный путь и нижний парацервикальный лимфопуть. Вы видите расположение на картинках, когда доминирует нижний парацервикальный путь, охранный лимфатический узел, чаще всего располагается в пресакральной сфере. Исследования показывают, что 20% этих лимфатических узлов находятся за пределами традиционных границ лимфоденоктомии. Вот. Вы видите с правой стороны картинку более редкого парацервикального пути. Когда мы хотим установить охранный лимфатический узел, мы вводим краску, которая называется трейсер-сабстанс, и их можно пустить в шейку матки или вокруг опухоли во время катароскопии. Когда вводится инъекция в шейку матки, самое большое преимущество в том, что технически это самый простой метод, и он даёт лучшие результаты. А его недостаток – это то, что редко устанавливаются параортальные охранные лимфоузлы, потому что во время стероскопии впускается краска. И, конечно, в этом есть большие преимущества, но если оценивается в общем, краска, впускаемая в шейку матки, отличается лучшими результатами и простотой процедуры. Используется комбинированная, поверхностная и глубокая интрамышечная методика впускания краски. Это помогает краске попасть в главные латаки – лимфодренажные системы шейки матки. Краска вводится в 2 или 4 точки. Это мы видим на схеме, какой метод самый лучший. У нас нет надёжных данных. И чаще всего шутят, что это просто вопрос религии, кто-то делает так, кто-то иначе, и почему используют определённую технику, объяснить не могут. Чаще всего используют три главных агента – технециум-99 коллоид, синяя краска или ICG. Технеций – это чаще всего используемый радиоколлоид в медицине. он разлагается частично за 6 часов и полностью за 24 часа. Он пускается за день до операции или в день операции. Чаще всего пускается в шейку матки. Положение охранного и лимфатического узла используется с помощью однофотонной компьютерной томографии. И во время операции используется гаммозонд. Используя технециум, лимфоузлы устанавливаются с обеих сторон в 71% случаев и хотя бы с одной стороны в 88% случаев. Редко используется для из-за радиоактивности, больших затрат. В хирургии чаще всего используется синяя краска. Это 1% инзосульфан, 1% метилен или 2,5% патент. В Литве используется именно метилен. И основываясь на исследованиях, с обеих сторон лимфоузлы визуализируются в 32-78% случаев. Хотя бы с одной стороны в 76-93% случаев. Но основываясь на нашей практике, мы можем сказать, что показатели на самом деле не такие хорошие и с трудом достигают 30%. Итак, как же готовится эта краска и впускается 4 мл 1% метилена, впускается в шприц. И тогда в шейку матки в направлении 3 или 9 часов спускается по 2 мл жидкости. 1 мл глубоко в строму шейки и 1 мл в каждой точке на поверхность. Краска впускается где-то 10-20 минут до операции, когда пациентка уже интубирована и подключается всё техническое оборудование. В это время краска расходится через лимфоузлы матки. И очень важно, пока краска не исчезла, найти охранные лимфатические узлы. Синяя краска связана с достаточно частыми аллергическими анафилоксическими реакциями. Также эта краска меняет цвет мочи. Он становится более зелёным. Если мы впускаем эту краску в кровоток, то у нас меняются показатели полсоксиметрии. И широкое использование синей краски прежде всего мы видим из-за того, что это самый дешёвый технический элемент. ECG – это флоресцентная краска, на которую влияют короткие инфракрасные лучи. И она светится. Это ECG очень успешно помогает удалить только охранные лимфатические узлы и не нарушить работу всех лимфоузлов, чтобы они не окрасили. Аллергические реакции здесь очень редки. И если мы используем методику краску ECG, то по обе стороны мы имеем результат в 73-85% случаях и хотя бы с одной стороны в 87-96% случаях. Эта краска очень дорогая. Одна паночка стоит где-то 80 евро и используется только во время одной, максимум двух операций, хотя теоретически могла бы использоваться для пяти пациенток. Но правда сложно найти и запланировать операцию, чтобы за два дня было прооперировано пять случаев рака шейки матки. И как же это готовится? В баночку с... впускается раствор и тогда размешанную жидкость мы вводим в 5-миллилитровый шприц. Также мы ещё добавляем 3 миллилитра хлорида натрия и это всё вводится в систему за где-то 10-20 минут до операции. Но когда мы вводим ECG, краска распространяется намного быстрее. И первое действие во время операции должно быть именно поиск охраны лимфатических узлов, а не хистероктомия. Мы видим, что охранные лимфатические узлы светятся зелёным цветом. И справа мы видим... мы видим два примера использования ECG. Следуя улучшить качество исследования, технеций коллоид может пускаться с синей краской. Используя технеций коллоид с метиленом с обеих сторон, лимфоузлы визуализируются в 41-71% случаях, хотя бы с одной стороны в 82-90% случаях. Используя ECG, синюю краску чувствительность может достигнуть даже 97%. Хотя на практике мы видим, что охранный лимфатический узел, установленный с ECG, метилен вообще не окрашивает лимфоузлы и может даже осложнить операцию. Но комбинация этих красок всё-таки может быть эффективной, потому что если ECG окрашивает определённые лимфатические узлы, именно с помощью метилена можно установить охранный лимфатический узел. Итак, сначала впускается метилен, и только через 5-10 минут вводится ECG. Итак, окрашенные лимфоузлы удаляются, окрашенными считаются те лимфоузлы, которые находятся ближе всего к матке. Очень важно удалять не только окрашенные охранные лимфоузлы, но и те, которые выглядят изменёнными, потому что метастазионные лимфоузлы чаще всего не окрашиваются. Не окрасившиеся охранные лимфатические узлы в случаях рака малого или среднего риска лимфоузлы вообще не удаляются. Если не окрашиваются охранные лимфоузлы в случаях высокого или среднего риска рака, то удаляется одна сторона. Биопсия охранного лимфатического узла достаточно просто проводимая операция, которая уменьшает системные лимфодектомии и ей вызваны осложнения и позволяет выбирать пациентах, которым необходимо адевантное лечение. В таких случаях используется ICG, впускается он за 10-20 минут до операции, и если не окрашены лимфоузлы, в случаях малого рецидива они не окрашиваются. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сожалею, что не могу непосредственно участвовать в этой конференции. Ну и рад возможности представить вам запись своей лекции, очень интересную тему про высококачественные неэпитериальные опухоли яичников. Это опухоли, которые развиваются из герминативных клеток или из клеток полового тяжа. И в отличие от соседей по локализации, эпитериальных опухолей или из злокачественных опухолей. Это гораздо более редкие заболевания. Ну и как мы видим, в крайней мере, по учебнику Робинса, как он показывает, такие заболевания мы можем найти, герминативные, только около 3-5%. Столько же приблизительно и злокачественных опухолей полового тяжа по сравнению с эпитериальными злокачественными опухолями. Это очень-очень редкие опухоли. Однако эти очень редкие, это сколько? Это 3-6% кажется. Такие странные цифры, малоослезаемые. Но если посчитать, что в целом в Литве около 400 злокачественных опухолей яичников в год выявляется, из этих 400, если посчитать, что около 10%, по крайней мере, по этой литературе, это около 40, приблизительно 40 злокачественных неэпитериальных опухолей в год, что означает, что каждый из нас мы можем столкнуться с такой ситуацией. и какие это могут быть клинические состояния проявления этих опухолей. В первую очередь, если это герминативная опухоль или опухоль полового тяжа, то их проявления разные. Если полового тяжа, то это опухоль, которая гормонально активная, она может производить мужские половые гормоны, из-за чего, конечно же, могут наблюдаться нарушения нормального цикла месячных, могут начать развиваться различные другие проявления, такие как облысение, некоторые изменения половых органов, перелизации. Часть этих опухолей могут обнаруживаться полностью без симптомов, могут определяться только в рамках профилактических визитов у гинеколога. Ну, а другие опухоли, такие как герминативные опухоли, чаще всего проявляются остро, и такие пациентки попадают нередко в наш приемный покой из-за боли в животе, из-за опухоли большого размера, отопления сыты, и нередко они бывают достаточно распространенные, и из-за метастаз нередко в печечной области они часто бывают с легким пожелтением. Синдром Мейкса попадается редко, но, но, он тоже может наблюдаться и при заболеваниях неэпитериальных опухолей яичника, это осид, гетроторекс и плотная опухоль яичника. Так, синдром Мейкса был описан к доброкачественным опухолям полового тяжа и промы, но он может также попадаться и в таких случаях, когда есть злокачественные заболевания. Какие мы можем использовать методы диагностики, дифферциальной диагностики может быть определить еще до операции или до других мер, чем этот пациент у нас болен, попав к нам тем или иным образом, или на скорой помощи, или если пришел на профилактическую проверку, или если уже попадает в несрочном порядке к доктору-гинекологу из-за определенных дисгормональных состояний. Естественно, первичная методика это ультразвуковое обследование, далее, как правило, сирологические обследования, чаще всего начинается все с СА-125 или H-E-4 и также не следует забывать с учетом всей клиники, что есть и другие очень важные показания, по которым мы можем очень легко определить, какую болезнью болит пациентка. Нужно называть про-альфа-фетопротин и хорионадотропический гормон, чуть реже ингибин B это те обследования, если сравнивать с ингибином B, то ЛДН и АМН это уже гораздо чаще выполняется в стационарах, ну а ингибин естественно часто по сравнению с если говорить про нашу больницу, я работал сам в Санторижских клиниках и нужно признать, что это обследование мы просим, чтобы его ввели уже 5 лет, но как его не ввели, так и не вводят. Но пациенты при необходимости его выполняют в частных учреждениях. Конечно же расходы немалые, около 50 евро, но при необходимости, если ситуация несрочная, следует не забывать и про это обследование. Ну и также при выявлении плотного образования в ходе ультразвукового исследования в случае некоторых показаний, некоторых признаков нужно также помнить, что магнитный резонанс таза это обследование золотого стандарта при плотной опухоли, особенно если речь идет о планировании операционной деятельности, это крайне важное обследование. Ну и компьютерная томография тела, да, тоже рекомендуется при планировании операционной деятельности и также при подозрении на возможную распространенность заболевания. Какие самые частые герминогенные злокачественные опухоли, которые можно обнаружить в клинической практике, по крайней мере в моей клинической практике, это опухоль желточного мешка и таких пациенток, если себе представить, насколько они распространены, могу сказать в качестве примера, что в течение последних 10 лет мы лечили 6 таких пациенток. Эмбриональная карцинома, не гистациональная хориокарцинома, это уже особенно редкие случаи, таких случаев я сам в жизни не видел. Дисгерминома, да, один случай за 10 лет, по крайней мере, за 20 лет моей практики врачебной, и незрелая тератома, также встречаем очень редко, это несколько случаев десятилетия, по крайней мере в Литве, может быть в других странах, где больше пациенток, где концентрируется каждая пациентка в специализированные центры, да, таких пациенток можно встретить гораздо чаще. Ну и к этим опухолям, при подозрении на эти опухоли, конечно, нужно не забывать сразу же, какие приметы, это, конечно, не С25, нет, нужно помнить, что тальфа это протеин, хорианганадотропический гормон, и этот протеиновый гормон, и другие опухоли, чаще всего попадающиеся от опухоли полового тяжа, это, конечно же, полностью наиболее распространенная опухоль в этой группе пациенток, это опухоль зернистых клеток, такие случаются часто в практике, также опухоль сиртоли-леди, гораздо реже генонандробластомы, но стероидальные или опухоли половых клеток гораздо реже. Да, при подозрении на эти опухоли уже можно серологические обследования пополнить такими обследованиями, как гидропера, естественно дифференцированная диагностика, очень важно дигидропиантеросторон, тестостерон, фолликулостимулирующий гормон или ЛН, также астроген и иногда кальций, также ему дает немало информации о распространенности заболевания и может быть о для планирования какая стадия заболевания может быть. Очень важно запомнить некоторые правила. что нередко пациентки попадают, молодые пациентки в наш срочный в отделение срочной помощи или в приемный покой уже с очень интенсивной болью и нередко они подвергаются срочной операции. Хоже, после операции несколько дней спустя или может быть во время операции в ходе выполнения срочного обследования выявляется, что пациентка больна неэпитериальным злокачественным заболеванием яичника. что же делать в таком случае, если уже пациентка состала убрана и она уже приходит к себе в палате, а к вам поступают результаты обследования, что в ходе вчерашней операции было выявлено какое-то неэпитериальное злокачественное заболевание в яичнике. Нужно не забывать, что как можно более срочно, лучше всего предстоящие 48 часов нужно выполнить серологические обследования. Про то, что я перед этим говорил при подозрении гермногенные опухоли или полового тяжа, нужно не забывать про эти обследования, что их нужно срочно выполнить альфа-фетопротеин, хориангонодотропический гормон, ну и все другие. Потому что они будут особенно важны при планировании и прогнозировании предстоящего наблюдения пациентки и может быть даже лечения. Магнитный резонанс очень важное обследование. Если есть время на его проведение, особенно перед операцией, поскольку он нам позволяет определить выявили ли нарушение только в одном яичнике, как чаще всего бывает, или может быть уже оба яичника изменены. Магнитный резонанс еще раз акцентирую, что это основное обследование золотого стандарта золотой при планировании операционной деятельности в ТАЗу. Правило трех И при подозрении на непиталиальное злокачественное заболевание яичников и при планировании операционного лечения. это избегать пункции первичной опухоли, избегать удаления яичников с обеих сторон, естественно, и также избегать резекции яичника, если вы подозреваете, что это не эпителиальное злокачественное заболевание. да, магнитный резонанс, еще раз это акцентирую, очень важен. Если есть возможность перед операцией, несрочной операцией, или даже срочной операцией в некоторых случаях, если возможно, следует его выполнить. И исходя из его результатов, и вот это правило трех И нужно это запомнить. Здесь пример, как в реальной практике происходит. И что это за правило трех И и как может быть следует им руководствоваться. На первом верхнем левом изображении видите, думаю, что каждый из вас согласится, что это плотная опухоль в одном из речников. Да, небольшая, около трех сантиметров, но, как мы видим, на увеличенной картинке при выполнении, при использовании доплера ультразвука мы видим что там обильное кровообращение в опухоли и несомненно это уже приметы злокачественного образования. Внизу это не эпителиальное злокачественное, а внизу я просто вставил слайд раннего эпителиального образования. Здесь мы видим, что они мало чем отличаются, может быть только в эпителиальной опухоли появляется рядом жидкая часть, жидкая часть опухоли, ее признаки. Ну и здесь пример того, что происходит, если до операции подозреваешь, не полностью обследуешь, не проводишь магнитный резонанс. Да, прошу прощения за этот звук. Но, как мы видим, в ходе самой операции осуществляется попытка произвести резекцию яичника, что, как я уже говорил ранее, это то, чего следует избегать. Если планируется, что это не эпителиальная опухоль естественная опухоль яичника, и после этой операции гистологическое обследование поступило, что это опухоль сиртоли лидига, это опухоль сиртоли лидига, естественно, поскольку не было выполнено правило трёх и была произведена резекция яичника, возможно, частично мы сейчас уже можем говорить о том, что непосредственно во время операции была нарушена ткань яичника, и, может быть, мы можем только заподозрить, что клетки попадут в брюшную полость, и, конечно же, ответ об этой опухоли пришёл гораздо позже, и с учётом того, что пациентка, когда мы с ней говорили перед операцией, мы её информировали о том, что может быть закачественное заболевание, поскольку это была достаточно молодая пациентка с нарушенным гормональным фоном, с расширенной минореей, но она ничего не хотела просто с нами дискутировать насчёт полного удаления яичника, что в данном случае полностью оправдано было бы в данном клиническом случае. была выполнена резекция яичника, естественно, сейчас, когда пришёл ответ, пациентке рекомендуют выполнить сальто-корректонию, но сейчас пациентка про это не хочет с нами даже говорить. Да, что касается герминативной опухоли яичников и про их диагностику на ранней стадии лечения, то есть несколько таких моментов правил, которые следует запомнить, что опять же возвращаясь, избегать нарушения целостности кисты, что это означает? Это значит, что при подозрении, что есть такая опухоль, следует планировать полностью выполнить удаление яичника и его придатков и яичника и яйцеводов. Второе правило, которое частично противоречит первому правилу, что в случае злокачественного керминативного нарушения яичников, особенно при подозрении, что такие нарушения есть с двух сторон, нужно стремиться сохранить по крайней мере часть одного яичника. Естественно, тем самым мы нарушим первый пункт. избегать нарушения целостности кисты. Но такая жизнь, так бывает редко. В своей практике не такое большое в лечении этих опухолей могу сказать, что мне не доводилось видеть случаев нарушения в обоих яичниках. Естественно, при подозрении, если это плотная опухоль, при подозрении, что это герменогенная опухоль, следует сразу же планировать сальпинговую ректомию. Если нет макроскопических изменений с другой стороны и со стороны других придатков, не следует выполнять, производить случайные биопсии из этого яичника, ничего это вам не даст, поэтому по гидам ЭСГО, Европейское сообщество гинекологов, биопсии яичника с другой стороны не показаны. Для молодых женщин, безусловно, следует сохранить детородную функцию, поэтому, опять же, возвращаемся к второму правилу, что в случае двухстороннего повреждения следует стремиться сохранить. Что же касается дисгенеза ганат, в случае ганадобластомы, следует сразу же планировать билатеральную сальпингоаректомию. В случае экстравариальной распространенности, пожалуй, уже нет смысла планировать лапароскопическую операцию, и опять же, здесь мы должны поддерживать, сотрудничество с нашими радиологами, и после компьютерной томографии, при подозрении на распространенность из яичников другие органы брюшной полости и этажи, конечно же, не смысла планировать лапароскопическую операцию. Насчет устранения лимфоузлов. Лимфоузлы не показаны крутинному удалению, как это бывает при эпителиальных заболеваниях яичниках, но опять же, если есть время, если перед операцией проведена компьютерная томография у пациентки, и на ней наблюдаются изменения в ретропериториальных лимфоузлах, то есть, видны метастатические лимфоузлы, тогда нужно планировать их удаление. После операции, если стадия первая А, это значит, что опухоль изолирована в яичнике, нет цитологических смывок клеток опухоли, больше ничего делать не нужно, таким пациенткам наблюдается только наблюдение. Если в ходе операции нарушается целостность яичника, это стадия НС 1-2-1-3, с некоторыми пациентками следует дискутировать о двух циклах адевантной химиотерапии, ничего не делается, только за ними наблюдается. Ну, а если уже болезнь распространена на поверхность яичника, то есть, если есть положительные смывы в тазу, это значит, что после обследования смывов в тазу выявляется, что в них есть клетки неэпитолиальной опухоли яичника, таким пациентам уже показано по крайней мере три цикла химотерапевтического лечения. Распространенные герминогенные опухоли имеют определенные не то чтобы правила, а рекомендации, что если при распространенном герминогенной опухоли, если, например, пациентка пребывает с повышенной температурой в приемный покой, вы проводите срочное обследование компьютерной томографии, может быть, сирологические обследования, выявляете, что высокий альфа-фетопротеин, метастазы опухоли в печени, поэтому пациентка немного пожелтевшая, и вы планируете, вы определяете, что есть крупное образование в яичнике с метастазами в печени, с метастазами в сольниках, то в таких случаях следует избегать распространенных циторедукционных операций, потому что опухоли, нужно помнить, что они особенно чувствительны к химиотерапии, и в таком случае, если пациентка пребывает с распространенной опухолью, яичника часто хватает только провести гистологическую верификацию опухоли, это значит, что это один из тех случаев, когда можно осуществлять пункцию опухоли, потому что она уже распространилась, и этой пункции вы ничего не сделаете, никакого вреда не нанесете пациентке, а наоборот только определите болезнь, и может быть избежите очень травмирующих операций, и сразу же сможете назначить химиотерапевтическое лечение, поэтому опухоли особенно чувствительны к химиотерапии, вы сможете наблюдать чуть ли не волшебное преобразование, когда пациентка в течение нескольких циклов из распространенного заболевания больная пациентка становится совершенно нормальной женщиной, и заканчивается проблема с повышенной температурой, пропадают метастазы в печени, и тогда только циторедукция показана только в том случае, если есть остаточная опухоль после такого лечения. Химиотерапия в данном случае все четыре цикла, это схема БЕП, БЕП, БЛЕОМИЦИТИН, ЭПОЗИТ и ПЛАТИНа, и если через четыре цикла химиотерапии далее повышаются проявления, это следует оценивать как рецидив или прогрессирование болезни. В таком случае, конечно же, следует производить дополнительные обследования радиологические с выполнением компьютерной томографии тела, или если есть подозрение, что это локальный рецидив, то магнитный резонанс этого места, и проблема может быть с незрелой тератомой, которая особенно редка, и в некоторых случаях незрелая тератома является соответствием мужской опухоли семиномы, и в редких случаях следует не забывать, что если есть рецидив незрелой тератомы, в случае определения изолированного рецидива, его обязательно нужно биоптировать, и нередко бывает, что в этом месте уже не остается клеток незрелой тератомы, и остаются только ткани зрелой тератомы, и в таком случае единственное лечение для этого места возможно хирургическое, потому что зрелая тератома совершенно нечувствительна к химиотерапии, и в таких случаях производится редукция этих мест. Ну, а если незрелая тератома или, скажем, этот герминогенный распространенный опухоль прогрессирует после состоявшихся четырех циклов БЭП, и это не солитарное прогрессирование, не солитарный рецидив, а прогрессирование во всех остальных этажах живота, или в лимфоузлах, или в других органах, то тогда следует планировать высокочастотную химиотерапию с трансплантацией костного мозга. Ну, и в редких случаях радиотерапия, в случаях чистой дисгерминомы, но, опять же, хочу вам напомнить, что в случае таких пациентов не следует всю ответственность брать только на себя. Такие пациенты обязательно должны обсуждаться в междисциплинарной команде, в которой должны принимать участие и доктора других сфер, как радиотерапевты, химиотерапевты, может быть, даже гематологи, безусловно, не следует забывать патологов, которые в данном случае достаточно редко включаются в наши междисциплинарные обсуждения, а конкретно говоря, о гинекологии, урологии, или даже о абдоминальной хирургии, я очень редко вижу, чтобы патолог был включен в наше междисциплинарное обсуждение. Это нужно не забывать, это нужно менять, и такие пациенты должны обсуждаться в междисциплинарных обсуждениях. Ну, далее, другие неэпитолиальные яичники, чаще, чем герминативные, это опухоли полового тяжа, они чаще попадаются, потому что опухоль зернистых клеток, это злокачественное заболевание в этой группе номер один, и с ними мы сталкиваемся практически, наверное, все больницы, раньше или позже поступают такие пациентки, кто-то планово, кто-то случайно, если есть повернутые опухоли яичников, или если проявляется кровотечение из матки, это опухоль зернистых клеток, хочу напомнить, что это опухоль, которая выделяет эстрогена, поэтому стимулирует эндометро, пролиферацию эндометро слизистую болочку, я не попадаю в срочную помощь. Ну и говоря про опухоли полового тяжа, лечение, как правило, хирургическое, и тут полагается подробный анализ, естественно, это чаще, в первую очередь, это обычно односторонние опухоли, если речь идет про эшники, в таком случае обязательно удаление придатков матки с одной стороны, далее выполнить биопсию брюшины, сальников, цитологические обследования, и после этого, если определяется, что это первая стадия заболевания, то тогда хватает наблюдения, если же первая С2, первая С3 стадия, то тогда нужно применять четыре цикла БЭП-схемы, или сейчас уже изредка мы начинаем лечить и по схеме ТП, это карбоплатина и парботексель. В случае распространенного заболевания следует выполнить цитаредукции и адвивантную химотерапию. Проблема с этими опухолями, что многие из них, если речь идет про стероидальные опухоли или опухоли циртоли лейдига, это опухоли, которые имеют низкие пролиферационные индексы, и их лечение проблемно. И поэтому у нас такие пациенты были, и реакции на лечение не было. Но, опять же, следует пытаться. Если ответа нет, то таких пациентов нужно включить в клинические обследования или, конечно же, всегда не забывать включить междисциплинарное обсуждение. опухоли зернистых зернистых клеток, потому что это опухоли, которые нередко рецидивируют очень редко, очень поздно. И каждый из нас, кто лечил зернистые клетки, у них через 6, 7, 8 лет наблюдались рецидивы после первичной опухоли. И это опухоли, которые оперируются, переоперируются, опять переоперируются. И в ходе этих операций, после операции им назначается адвивантное химиотерапевтическое лечение. Наблюдение. После лечения каждые 4 месяца на приметы естественно это не те, которые я говорил в начале, это в первую очередь альфа-фетопротеиновое обследование. Если говорить про зернистые клетки, что чаще всего опухоль во всей этой группе, то тогда в отношении их, конечно же, ингибин B, локтада гидоргенада и дополнительное обследование. ультразвуковое обследование каждые 6 месяцев назначается, пациентки, в отношении которых применялось лечение по сохранению диетеродной функции, тогда клиническое обследование и другие обследования каждые 6 месяцев. Ну и также не забывать, что магнитный резонанс органов таза должен также применяться по потребности или при подозрении изменения после трансфагинальной томоскопии компьютерной томографии тела, также вариант на выбор при планировании вторичной и третичной циторедукции или второго, третьего уровня химиотерапевтического лечения. Компьютерная томография PET также может применяться, но у неё нет особенных преимуществ перед компьютерной томографией тела или магнитным резонансом тела. Ну и сейчас некоторые выводы на вынос. Цитологическое обследование нужно провести перед резекцией опухоли и, конечно же, при выполнении осмотра таза, при определении, как в данном случае, при определении, что в тазу есть опухоль, в данном случае вы видите эпителиальная опухоль яичника, пациентка больна злокачественным заболеванием яйцеводов, которые распространились в яичник. Цитологическое обследование следует выполнять перед осуществлением любой резекции яичника, как правило, выполняется путём вставления 50 мл физиологического обследования. если нет экстравариального распространения, биопсии опухоли яичника всегда противопоказаны, потому что при выполнении биопсии можно рассеять опухоль в малом тазу и во всей брюшной области. Нужно помнить, что томография, позитронно-эмиссионная томография не имеет преимуществ перед компьютерной томографией тела или магнитным резонансом. Ну и что при низких пролиферационных индексах позитронно-эмиссионная томография может показать ошибочно отрицательный ответ. Гистологическое после каждого, когда получаем гистологическое обследование, это всё-таки редкие опухоли и каждый случай таких пациенток должен обсуждаться в междисциплинарной комиссии с мультидисциплинарной комиссией или командой. Лапаротомия или лапароскопия всё-таки лапаротомия это предпочтительный метод по сравнению с лапароскопией, но всё-таки лапароскопия также возможна. Но хирург должен быть подготовлен перед выполнением этой операции, как вести себя в случае онкологических заболеваний, всегда стремится сохранить целостность опухоли. Пример, который я показывал вначале, вы видели, что не всегда так делается, не всегда так получается. Стараться не раздробить опухоль, не размельчить при извлечении из живота, то есть обязательно его нужно ставить в экстракционный мешочек для извлечения ткани, и также возможно нужно осуществить более большой разрез в стенке брюшной области, чтобы его не размельчить, не фрагментировать, потому что от этого может зависеть дальнейшее лечение пациентки. Поэтому мы так себя ведем, такую опухоль мы вкладываем в специальный мешочек для извлечения ткани, и тогда, как правило, поскольку обычно наш хирург встает с левой стороны от пациентки, то с левой стороны производится разрез, и через него извлекаются даже достаточно большие опухоли без всякой фрагментации. В ходе операции основной совет не бросаться сразу же только на опухоль, забывая про весь живот. Зная, что есть опухоль в малом тазу, после того, как введен лапароскоп в брюшную полость, нужно ее всю осмотреть, то верхнюю часть полости среднюю, нижнюю, все квадранты и оценить изменения в этих местах и только после этого процесса операции в малом тазу производится это логическое обследование и тогда уже начинает спланировать операцию. Спасибо за внимание. Дякую доктору и благодарю доктору Вилиусу Рудайтесу за эту презентацию. Сейчас мы уже прослушали все подготовленные презентации и у нас по плану предстоит сессия вопросов и ответов. Я проверю, есть ли у нас какие-то вопросы предоставлены письменно. Таких вопросов нету. Может, кто-то из лекторов, кто подсоединился или участников, у вас будут какие-то реплики или же комментарии. Пожалуйста, сейчас как раз время для этого. Нету никаких реплик, тогда мы видим, что наши врачи, основываясь на проведенном проекте, уже имеют личные контакты друг с другом, и по конкретным вопросам всегда могут с помощью электронного письма или звонка связаться друг с другом. Это мероприятие организовано осуществляя проект уменьшения социальной изоляции и улучшения качества жизни онкопациентов в Вильнюсском и Гродненском регионе. Этот проект финансирует Евросоюз. Благодарю наших гостей за такие исчерпывающие аналитические и визуальные презентации. Успехов всем вам в вашей работе и здоровья вам и вашим пациентам и надеюсь мы скоро